Реплики Ахматовой. Когда Анна Андреевна брала в руки русскую книгу писателей-мигрантов первой волны, она прежде всего останавливала свое внимание на их языке. Ей бросалась в глаза его правильность. «Но это мертвый язык», — говорила она. «Живя вне стихии языка родного, меняющегося, развивающегося, писать нельзя», — утверждала она. Анна Андреевна очень придирчиво относилась к отклонению от норм русского языка в устной речи окружающих. Вместе с тем она охотно вводила в свою речь современные арготизмы. Она скучала, если вообще не с близкими, звучала только правильная речь. Отсюда пристрастие Анны Андреевны ко всякого рода домашним кличкам или литературным цитатам, превращенным в семейные поговорки. Из публикации ранней переписки Ахматовой мы узнали о прозвищах, бытовавших в ее тогдашней среде. Гумилев, наш Микола, Владимир Шелейко, второй муж Анны Андреевны, Букан. А он, в свою очередь, дал ей прозвище Акума, так и приставшая к ней навсегда в семье Пуниных. Ее не коробили характерные для двадцатых годов по миллиардные номинования Пушкина, и она сама запросто называла его Пушняк. Смотри дневник Лукницкого. Вранное обращение свинья Анна Андреевна заменял домашним арго «свин, полусвин, свинец». По укрепившимся в языке цитатам можно судить, к какому периоду биографии Ахматовой они относятся, вернее, когда они зародились. Такова цитата из неизвестного мне стихотворения, оторвавшаяся от своего источника, «попадает не туда и умирает от стыда». Или «и я, и я» — цитата из жуткого рассказа Леонида Андреева «Бездна», несомненно, поселившаяся в семейном обиходе Ахматовой во времена бродячей собаки, когда полные веры в свою правоту акминисты с иронией относились к другим направлениям. Во всяком случае, ясно, что они разделяли отношения Льва Толстого к творчеству Леонида Андреева, выразившиеся в его известной фразе «Он пугает, а мне не страшно». Может быть, уже в ту раннюю пору появилась цитата из Фета, тоже продержавшаяся в обиходе устной речи Анны Андреевны до самых последних лет. Любой бытовой или деловой успех обозначался формулой «и лапзания, и слезы, и заря, заря». Этим не нарушалось высокое отношение Ахматовой к поэзии Фета. Не помешало ей и соседство с формулой «идеал грез», если не ошибаюсь, взятой с этикетки на флаконе одеколона. Не пощадила Анна Андреевна и собственную раннюю лирику, пронизав бытовую речь, связанную с домашними хлопотами, цитаткой «Спрячьте, милые улики». Автопородия на острофу из стихотворения 1913 года «И на ступеньке встретить» и дал мне три гвоздики, не подымая глаз, «О, милые улики, куда мне спрятать вас?» «Я это слышала от нее в 50-х годах», — приводит аналогичный случай Анатолий Найман в своей книге «Рассказы» о Анне Ахматовой. «Это все покамест. Я говорю о клише, нередко сопровождающих речь Ахматовой. Гораздо интереснее ее живые реплики, возникающие в разговоре. Очень мне запомнилась одна, родившаяся в 60-х годах. Это было в каюте на Ордынке, где у Анны Андреевны сидели Николай Иванович Харджиев и я. Он сказал мне какую-то колкость. «Я не осталась в долгу. Генералы, не ссорьтесь», — немедленно откликнулась Анна Андреевна. Она огорчалась, если между ее друзьями происходили какие-нибудь недоразумения. Цитата из «Капитанской дочки» была здесь очень уместна. Но, как всегда, у Ахматовой пушкинский текст в ее живой речи был несколько переиначен. «Господа яноралы», — провозгласил Пугачев, — «полно вам ссориться». Так у Пушкина. Иногда она развлекалась стилизацией своей разговорной речи. Можно было заметить, что она работает над интонацией. Таковы были ее беседы, выдержанные в тоне петербургской светской дамы. Приведу несколько эпизодов. Анна Андреевна гостела на даче у наших общих знакомых. Вернувшись, рассказывает, как проводили там время. Между прочим, такая деталь. Потом Нелли пошла в лес писать «этюд». Да, «этюд». Она произносит слово «этюд» с французским прононсом. Ее ироническая оценка таланта этой художницы находит свое полное выражение. «Я поехала в Ленинград читать в Пушкинском доме письма одного из современников Лермонтова к редактору русской старины Семевскому. Я ожидала, что именно в этих письмах содержится документальный рассказ о гибели Лермонтова. Анна Андреевна, оставшаяся в это время в Москве, осведомилась об успехе моей поездки. Я доложила, что это действительно тот самый князь Голицын, которого я искала, но о Лермонтове в его письмах нет ни слова. Зато он предлагал Семевскому издать свой труд о вредном влиянии евреев на жизнь русского общества. Третий том уже готов, четвертый завершается». Небольшая пауза. Затем Анна Андреевна, ненавидевшая антисемитизм, спрашивает. «Сколько томов написал князь Голицын о вредном влиянии евреев?» «Ах, четыре!» «Полувопросительно, полуутверждающе», — повторяет она, иронически склоняя голову. В 50-х, 60-х годах Анна Андреевна должна была встретиться со старым петербургским знакомым из 10-х или 20-х годов, с которым она с тех пор не встречалась. Он, по-видимому, принадлежал к тем людям, которые чуждались встреч с внутренней эмигранткой Ахматовой. Теперь, когда она стала легальной, он появился на ее горизонте. На следующий день после его визита я спросила у Анны Андреевны, «Ну, как ваш гость?» Анна Андреевна с легким вздохом. «Все мы умеем быть шармерами, когда захотим». Иногда Анна Андреевна жила в стихии мещанского городского языка. Видно было, что она уже несколько дней, а может быть и недель, мысленно погружалась в эту сферу. Однажды встретила меня шутливой фразой. «Так как вы интересантка?» В другой раз она спрашивала меня, как я отношусь к новым редакциям поэма «Без героя», которые Анна Андреевна все время дорабатывала. Я не любила эти дополнения и пояснения, и поэтому ответила сдержанно. Раньше она была написана для одного голоса, а теперь вы транскрибируете ее для оркестра. «Золотые ваши слова», — согласилась Анна Андреевна. В тот же период я зашла как-то за ней утром, чтобы погулять вместе по ордынке. «Анна Андреевна заявила, что перед уходом надо немного прибрать в комнате. Я предлагала отложить это до возвращения. Нельзя, люди осудят», — степенно возразила Анна Андреевна. «Худо ли?» — проговаривала она опять же по-москворецки, а не по-петербургски. Видно было, что эти фразеологические опыты ее очень занимают. В другой раз, придя к Анне Андреевне, я поделилась с ней своими свежими наблюдениями над пылкой тягой к обычаям и ритуалам дореволюционной России в партийных кругах. Анна Андреевна на минуту задумалась и неожиданно пропела тоненьким голосом. «И куда тебя, черти, носили? Мы и дома тебя бы женили». Она не сфальшивила ни в одной ноте. А я-то думала всегда, что у нее нет музыкального слуха. Оказывается, я ошибалась. Специфические советские выражения Анна Андреевна вводила в свою речь сознательно. Когда в 30-х годах ее пригласили на премьеру в Амхат, она отказалась. Мне она объяснила, «В театр меня можно повезти только в принудку». Реальная действительность врывалась в речь Ахматовой, но реалистическое искусство художественного театра было ей чуждо. Многих это удивляло и шокировало, но разве они не знали, что Ахматова принадлежала к тому направлению в искусстве, которое тяготело к условному театру. В 50-х годах она презрительно отзывалась о выставленных в московских витринах фотопортретах актеров в гриме и костюмах, игравших в современных бытовых пьесах. Здесь нет ничего театрального. Почему мы должны любоваться ими? Кстати говоря, не любовь к Чеховскому театру распространялась у Ахматовой на все его творчество. Об этом уже много написано, в литературе приведено множество ее выражений на эту тему. Но как-то остался вне поля зрения мемуаристов один из главных аргументов в ее системе античеховских взглядов. Анна Андреевна указывала, что она помнит и знает чеховское время. Она утверждала, что такого общества и таких опустошенных людей, как описывает Чехов, в российской провинции не было. Гимназические учителя истории посылали свои статьи в столичные научные журналы. Словесники увлекали своих учеников и учениц высокими идеалами. Именно в 90-е годы в каждом губернском городе создавались отделения краеведческого общества, интенсивные и плодотворно работавшие. Словом, Анна Андреевна защищала среднюю интеллигенцию России, которую Чехов, по ее мнению, изображал в кривом зеркале. Приехав в январе-феврале 1937 года в Ленинград, я пришла в гости на фонтанку. Неожиданно прибежал очень возбужденный Павел Лукницкий. Все, не только он, были тогда возбуждены, но скрывали это. В газетах целые полосы были посвящены обвинениям врагов народа, то есть партийной оппозиции. Их читали, но делали вид, что это ничего, это нас не касается, авось пронесет мимо. А некоторые, напротив, бормотали, снаряды начинают падать близко. Это вступила в разговор Анна Андреевна. До той минуты, сидевшая на маленьком диванчике молча, терпеливо слушая дурашливую болтовню проголодавшихся мужчин. Не могу удержаться, чтобы не закончить эту картину еще одной игрой реплик, прозвучавших за обеденным столом. Подали блюдо с уже нарезанными кусками жаркова. Каждый должен был класть себе в тарелку сам. И Пунин угрожающе вскрикивал «Павлик! Лева!» Не думайте, что он приглашал их угощаться, не стесняясь. Нет, он трепетал, как бы они не увлеклись и не положили себе на тарелку слишком большие куски. Пунин содержал большую семью. Должна еще оговориться. Меня уверяла Гальперина Осмеркина, что я неправильно описываю тембр голоса Анны Андреевны. Она утверждала, что у Ахматовой был глухой голос. Спорить с Еленой трудно, потому что она была специалисткой, преподавала много лет в техникуме «Живое слово», ездила по командировкам ВТО на периферию в драматические театры заниматься дикцией с актерами, была мастером художественного чтения, прозы и, между прочим, замечательно определила манеру чтения своих стихов Ахматовой. Это, сказала она, не живопись, не акварель, а графика. Но у меня в ушах до сих пор звучит свежий и летний голос Ахматовой. Он изнемог только в последние годы ее жизни. Смотри ее стихотворение «Не стращай меня грозной судьбой». А в начале 50-х годов мы с ней поехали на Ленинградский вокзал встречать 13-летнюю Аню Каминскую, которую одну посадили в вагон в Ленинграде с тем, чтобы ее встретили в Москве. Мы стояли на платформе, вся публика уже сошла с поезда, а нашей путешественницы все нет и нет. Я уже стала волноваться, не произошло ли что-нибудь с ней в дороге. Но Анна Андреевна хладнокровно подошла к ступенькам вагона и звонким, уверенным голосом громко позвала «Аня!». Мгновенно оттуда пулей вылетела девочка и бросилась на шею Акуме. Аня в первый раз в жизни ехала одна в поезде, поэтому сидела в упустевшем вагоне, боясь выйти. Весь этот день Анна Андреевна ласково посмеивалась, вспоминая, какой диккенсовской девочкой выскочила Аня. В клетчатом пальтишке с пелеринкой, в трогательной какой-то шляпке, и с маленькой сумкой в руках. Так давно это было. А из моей памяти не вытеснился этот победоносный голос Анны Андреевны, так же, как ее фраза, вставленная из дальнего угла в общий разговор, «А меня будут читать». С Анной Андреевной почти никогда не бывало скучно, даже когда разговор шел на бытовые темы или касался пустяков. Это потому, что ее реплики отличала возникающая по ходу разговора образная точность или лапидарно выраженная мысль. В первый год нашего знакомства меня удивила фраза, произнесенная ею без всякой рисовки. «Вчера в меня вселился дух чужой женщины, и я подшила себе юбку». В послевоенные годы она однажды горестно заметила. Куда ни кинешь взгляд, повсюду одни вдовы торчат, как обгорелые пни. В 1950 году, стоя в очереди перед окошком Лефортовской тюрьмы, она обратила мое внимание на огромный камень, лежащий посредине тюремного двора. На нем сидела жена одного из заключенных, простая русская женщина. «Посмотрите», — тихо указала мне на нее Анна Андреевна. «Она может так неподвижно сидеть и ждать хоть месяц. Она сама уже кажется продолжением этого камня». Летом 1953 года хоронили художника Александра Александровича Асмеркина. В последние годы своей жизни он был в Апале, отстранен от преподавания в Академии художеств. Картины его не принимались, не выставлялись. Гражданская панихида была назначена в доме художника на Беговой улице. Долго ждали привоза гроба с телом, а Асмеркин скончался в Подмосковье. Потом еще дольше ждали начальство. Начальство. Некому было открыть траурный митинг. И все это время собравшиеся родные, друзья, почитатели и ученики Александра Александровича сидели молча. Если перехидывались короткими фразами, то очень тихо никто не уходил. Анна Андреевна несколько раз стояла в почетном карауле. Наконец приехал кто-то из администрации мозга и произнес какую-то скомканную речь. Стали выносить гроб. Мы пошли вслед. Начали рассаживаться по машинам. Анну Андреевну разъединили со мной. Ее повезли на кладбище. Вдова художника Надежда Георгиевна и архитектор Руднев в его машине. Но Анна Андреевна успела шепнуть мне на выносе. Очень хорошие похороны. По первому классу. Когда Ахматова стала заниматься переводами, у нее образовался широкий круг новых знакомств в рабочей литературной среде. Часто ей приходилось окунаться в гущу их профессиональных интересов, участвовать в злободневных литературных разговорах, к темам которых подчас она относилась иронически. Помню, что она не разделяла всеобщее восхищение книгой Грина «Тихий американец», но не помню, какие именно претензии она предъявляла к этому роману. Зато хорошо помню ее слова и интонацию, когда она высказалась по поводу события, волновавшего умы в литературной среде. Речь идет о предполагавшемся приезде в Москву Хемингуэя, приуроченном к официальному визиту в Советский Союз президента США Дуайта Эзенхауэра. Потом стало известно, что Хемингуэй не приедет. Это бурно обсуждалось у нас. Одни возмущались, другие одобряли знаменитого писателя, желая видеть в этом некий политический жест. К этой суете Анна Андреевна отнеслась презрительно. Она была убеждена, что писатель просто не хотел являться в Россию в свите президента. «Что для Хемингуэя Эзенхауэр?» — сказала она. «Какой-то сановник». Как известно, визит Эзенхауэра был отменен из-за инцидента с американским летчиком Пауэрсом. «Мы проезжали в такси по улице Горького. Я отозвалась о здании Моссовета. Мне нравится». «Что тут может нравиться?» — рассердилась Анна Андреевна. «Такое впечатление, как будто один дом поставили на другой». Анна Андреевна замечала, что у нас не умеют размещать скульптуру на зданиях. Статуя должна вырисовываться в пространстве. Напоминала она об этом элементарном законе, а у нас их ставят в житейских позах. Особенно ее раздражали, даже пугали, скульптурные фигуры на крыше высотного здания на Котельнической набережной. Они смотрят вниз или по сторонам, но только не вдаль. «Кажется, что они все время следят за нами», — с тоской говорила Анна Андреевна. «Эмма, что мы делали все эти годы?» — воскликнула она в шестидесятых, когда так звенела в воздухе политическая тема. «Мы только боялись». «Очень характерное для нее это — мы». Как поэт она себя выделяла, давала почувствовать дистанцию между собой и другими пишущими, но в повседневной, да и в гражданской жизни ей органически была присуща соборность. Мне всегда в таких случаях вспоминался Пушкин с его обращениями. «То ли дело, братцы, дома!» Или «Ах, братцы, как я был доволен!» Или при выходе из оперного театра в Одессе «А мы ревем речитатив!» Среди наших знакомых был один молодой физик, подающий большие надежды. Он не очень импонировал Анне Андреевне. С недоумением и тайным юмором она мне рассказывала, что по своим новейшим научным взглядам он, не верив в Бога, признавал существование во Вселенной какой-то управляющей силы, «Вы подумайте, управляющая сила, как это страшно!» – говорила Анна Андреевна. И нередко при упоминании об этом физике повторяла с выразительными и разнообразными интонациями «управляющая сила!» Когда я приносила какую-нибудь хорошую новость о моих делах, Анна Андреевна говорила «спасибо», а прощаясь, благословляла «Господь с вами!» Я не слышала, чтобы Анна Андреевна вела с кем-нибудь философские, вообще теоретические разговоры о религии, она только приводила подходящую к случаю какую-нибудь евангельскую заповедь, всегда смиренно добавляя, но выполнять ее очень трудно. Эти слова она произносила в применении к самой себе. Окружающих она не поучала, не наставляла, не расспрашивала. «Я хочу знать о своих друзьях ровно столько, сколько они сами хотят, чтобы я о них знала», – говорила она. «Думаю, что благодаря такому такту дружбы Анна Андреевна длились годами и десятилетиями». 1990-й Бегом за рукописью Верно ли, что Ахматова относилась к своим рукописям равнодушно, с пренебрежением, бросала их и оставляла, где попала? Это я прочла в газете «Советская Россия», номер 291, 20 декабря 1989 года. Сразу вспомнила стихотворение Ахматовой надпись на поэме, подразумевается ее поэма без героя. Но автор предупреждал своих издателей, чтобы надпись никогда не печатали вместе с названной поэмой. В чем здесь секрет? В стихотворении выражена мольба о спасении, и обращена она не к Богу, не к музе и не к другу, а к рукописи. Она, сама рукопись, служит поэту-собеседникам и хранителям ее тайн. Перечтем надпись на поэме. И ты ко мне вернулась знаменитой, темно-зеленой веточкой повитой, изящно, равнодушной, горда. Я не такой тебя когда-то знала, и я не для того тебя спасала из месива кровавого тогда. Не буду я делить с тобой удачу, я не ликую над тобой, а плачу. И ты прекрасно знаешь, почему. И ночь идет, и сил осталось мало. Спасишь меня, как я тебя спасала. И не пускай клокочущую тьму. Стихотворение написано в начале 40-х годов в Ташкенте, где Анна Андреевна оказалась после эвакуации из осажденного Ленинграда. Строки о спасении рукописи из кровавого месива — это не риторика. К ним есть реальный комментарий. Случайно я узнала об этом с чужих слов. Когда посадка на самолет была уже закончена, объявили, что можно поместить еще одного человека, если пассажиры бросят свои вещи. Будь то все согласились, но Ахматова сказала, что в таком случае она останется в Ленинграде без своих вещей, и она лететь не может. Свидетели ее осудили, заподозрив в ней барахольщицу. В действительности она спасала свою рукопись. В конце концов, она, видимо, успела как-то облегчить свой небольшой багаж. Но с рукописями не расставалась. Когда через две недели, эвакуированная уже из Москвы в Чистополе, она встретилась там с Лидией Корневной Чуковской, в руках ее был узел, который она судорожно прижимала к груди. Смотри записки Чуковской. Повышенный интерес к рукописи, поэмы без героя именно к рукописи, не покидал Ахматова в течение многих последующих лет. Безмерно страдая от невозможности напечатать свое любимое детище полностью, Анна Андреевна тиражировала его во множестве машинописных экземпляров. Она изобрела особенное графическое расположение отдельных кусков текста, утвердив надолго систему разных виньеток, начертания эпиграфов и собственноручных надписей. Отдельные экземпляры она дарила не только друзьям и знакомым, но и незнакомым, мнение которых о поэме она хотела бы услышать. Даже дарственные надписи на этих экземплярах были стандартизированы. Дано такому-то инициалы. В такой-то день, такого-то месяца и года Москва и Ленинград. И это не единичный случай исключительного внимания Ахматовой к своей рукописи. Вспоминаю 1951 год. Анна Андреевна уже несколько месяцев живет в Москве у Ардовых. Утром, в последних числах мая, мне неожиданно звонит по телефону Виктор Ефимович Ардов. Так вот, говорит он, как водится, без всякой паники, Анну Андреевну в больницу кладут. У нее прединфарктное состояние. Так вы приезжайте. Минут через двадцать-двадцать пять я уже на Ордынке. Во дворе стоит машина неотложной помощи. Весь персонал на месте чего-то ждет, а наверху Анна Андреевна отказывается двинуться с места, пока не дождется меня. Я спешу к ней подойти. Она протягивает мне толстую папку со своими рукописями и рабочий экземпляр сборника из шести книг с авторской правкой. — Храните у себя, — говорит она мне. Мне неловко перед Ардовыми, но в сущности поступок ее вполне естествен. Дом Ардовых напоминает проходной двор. Тут и соавтора Виктора Ефимовича, пишущие для эстрады, и подруги Нины, актрисы со своими заботами, и гурьба школьных товарищей Миши и Бори Ардовых все это приходит и уходит, ночует, уезжает в другой город, сваливается на голову без предупреждения, и даже портниха из соседней квартиры заходит со своими клиентами в столовую Ардовых для примерки перед большим зеркалом. В такой обстановке Анна Андреевна не могла быть спокойна за судьбу своих рукописей. В 1958 году вышла в свет ненавистная Ахматова и ее куцая книга-стихотворения, первая после постановления 1946 года. На подаренном мне экземпляре она надписала «Остались от козлика ножки-дорожки». Когда еще не все авторские экземпляры были раздарены, часто среди разговора Анна Андреевна объявляла, что ей надо еще поработать над своей книгой. Она шла в другую комнату, брала с собой клей, и там склеивала страницы, из которых были напечатаны стихи из цикла «Слава миру». Затем аккуратно переписывала другие стихи и вклеивала их в книгу. Причем в каждом экземпляре были другие стихи. Она надеялась таким способом сохранить для потомства свои ненапечатанные стихотворения. К сожалению, обладатели этих книг не поняли намерения Ахматовой, и этот своеобразный авторский сборник избранных стихов остался неизученным. Еще эпизод. В начале 60-х годов я гостила в Ленинграде у Анны Андреевны. Ее, впрочем, не было в городе, она находилась в Комарове. Мы условились, что в воскресенье я тоже туда приеду. Выдался непредвиденно жаркий день, а я взяла с собой из Москвы только тяжелое пальто и грубые полуботинки на резиновой подошве. Пока я добралась до финляндского вокзала, я была уже измучена. А тут еще попало в большой перерыв курсирование пригородных электричек. В зале ожидания ни одного свободного местечка постояло целый час, если не больше. Затем суетливая посадка в поезд, и в вагоне все места тоже уже заняты. Еще часок на ногах. В Комарове плетусь со станции к даче Ахматовой. Вижу, навстречу быстро идут две полузнакомые женщины. Это бывшие соседки Ахматовой и Пуниных по квартире на Красной Коннице. Торопятся на станцию. А через минуту вижу, как их пытается догнать Анна Андреевна. Спотыкается о проступившей из-под земли огромные корни старых сосен. Почти бежит. «Что случилось?» Спрашиваю я в ужасе. «Случилось большое несчастье», задыхается Анна Андреевна. «Я забыла в городе свою записную книжку». В эту минуту приблизилась Ира Пунина, медленно шедшая позади, в пижамных штанах. «Как мне все это надоело», — брежит она. «Я поворачиваю назад и веду Анну Андреевну к станции. Там все благополучно. Соседки успели купить три билета. Я сажаю их в поезд, а сама возвращаюсь на дачу. Ехать в город я уже не в силах. Я была уверена, что бывшие соседки доставят Анну Андреевну на ее новую квартиру в писательском доме по улице Ленина. На следующее утро Анна Андреевна приезжает в Комарова на литфондовской машине, совершенно умиротворенная. Записная книжка при ней. О подробностях не спрашиваю, и она ничего не говорит. Вспоминаю еще один характерный эпизод. В августе 1965 года я опять живу у Анны Андреевны в Ленинграде. Она готовится при мне к телевизионной записи своих воспоминаний о Блоке. Намереваясь показать телезрителям его дарственную надпись на книге стихи о прекрасной даме, выдвигает верхний ящик комода и вскрикивает «Посмотрите, что здесь делается!» В ящике перемешаны в хаотическом беспорядке книги. Это сборники стихов с дарственными надписями, авторы Блок, Гумилев и другие поэты, современники молодой Ахматовой. «Я сама перед отъездом в Москву все аккуратно сложила!» В гневе, говорит Анна Андреевна, «здесь кто-то рылся и очень торопился, видите?» «Бедная мама! Она так беспокоилась о своих бумажках! А то, что вышло с ними, пожалуй, наихудшее из всего, и ничего нельзя было сделать!» Писал мне Лев Николаевич Гумилев в 1967 или 1968 году, когда после смерти Ахматовой ее архив перешел во владение Ирины Николаевны Пуниной. Ну, похоже ли, все рассказанное здесь мною на портрет беспечного поэта, нарисованного в Советской России рукой неосведомленного человека? Имею в виду Гольцева и его статью «Досужие домыслы верного друга», обнаружившую отравленные стрелы на книгу Анатолия Наймана «Рассказы о Анне Ахматовой». «Врач, исцелися сам!» Несколько встреч с Борисом Пастернаком. Глава первая В начале 20-х годов, еще не держа ни разу в руках ни одной книги поэта Пастернака, я уже слышала о нем много. Первые упоминания были почти анекдотичны. Одна из моих школьных подруг, убежденная, что девушке унизительно показываться в общественных местах без кавалера, с удивлением рассказывала о трех своих знакомых девушках. Втроем они посещали вернисажи, генеральные репетиции, театральные диспуты, литературные вечера, не пропускали выступления Бориса Пастернака. Садились в первые ряды, шумно хлопали, поджидали у подъезда по окончании вечера. Кончилось тем, что одна из них вышла за него замуж. Таков был нерешенный зависти рассказ о целеустремленности и самоутверждении девицы, красивой, с высоким чистым лбом. На театральном диспуте актриса Зинаида Райх сравнивала нападки на ее мужа Мейерхольда с травлей на первого мужа Сергея Есенина и выкрикивала со сцены в зал что-то задорное, а некто, со спускающимся на лоб чубом и странным оскалом зубов, веселый и разгоряченный, подсел к ней на ступеньку большого помоста, стоящего на сцене. «Неужели ты не знаешь?» «Это Борис Пастернак», — сказали мне. В журналах так часто упоминались строки «Тишина, ты лучшая из всего, что слышал». «Мироздание, лишь страсти разряды, человеческим сердцем накопленной» или «Какое милое у нас тысячелетие на дворе». Что мне казалось, я достаточно хорошо знаю поэзию Пастернака и совсем не заметила, что пропустила поверх барьеров. Но достать эту книгу было уже невозможно. Склонность к созерцательности, фамильное родство с музыкой сделали для меня дух его сочинений понятным и близким. Переизданная «Сестра моя жизнь» и впервые прочитанная мною в 1927 году стала моей любимой книгой. Вокруг часто говорили, что он непонятен. Но с этой своей непонятностью и, как тогда говорили, камерностью, он становился все более и более модным. Это меня раздражало, но одновременно вызывало зависть к московским сновам, которые хвастались встречами с поэтом в салонах чуть ли не в кремлевских. В начале 30-х годов облик Пастернака стал для меня будничнее. Бывая у Мандельштамов, поселившихся в доме Герцена на Тверском бульваре, я часто наблюдала, как под воруде филировал Борис Леонидович от писательской столовой до левого флигеля с полными сумками в руках. Все знали, что там живут его уже оставленная жена и сын, а сам Борис Леонидович живет в другом месте, с новой женой, бывшей женой Нейгауза. Общих знакомых с Пастернаком к этому времени у меня появилось довольно много. Нибо с фамильярностью отзывалась о нем Надежда Яковлевна Мандельштам с едва заметным хвастовством ее брат Евгений Хазин. Вот здесь, сидя в этом самом кресле, Борис Леонидович нам говорил, с обожанием Надя Жаркова, жена Бориса Песеса, друга поэта. Всегда с любовью говорила о нем Анна Андреевна Ахматова, с которой я познакомилась зимой 1933-1934 годов у Мандельштамов, уже в Нащекинском переулке. Именно в Нащекинском я слышала фразу Пастернака о нашей эпохе. Время как время ничего особенного. О начинающемся терроре это иррационально, это как судьба. Однако вспоминал. В день премьеры Бани он впервые услышал о расстреле старого знакомого, кажется, бывшего эсера. У подъезда театра Мирхольда встретил Кирсанова, спросил его, «Ты знал, что Н.Н. расстрелян?» «Давно?» — протянул тот, как будто речь шла о женитьбе или о получении квартиры. Однажды в непонятной еще для меня связи вспомнил рассказ или повесть Чехова. Герой выходит из московского ресторана, газовые фонари освещают падающий снег, подъезжает извозчик, и получается чеховская атмосфера. Москва. «А ты, к примеру, напишешь...» Он приводит что-то вроде такого написания. Кончилось общее собрание. Глеб вышел из накуренного помещения. Сел на скамью бульвара. Накрапывал дождь. Глеб снял кепку. И ничего не происходит. Эта пастернак примеривается к своей новой прозе. Анна Андреевна много позже мне говорила, что уже в те годы он посвящал ее в свой замысел. Я была в союзе писателей, когда там обсуждалось постановление ЦК о Шостаковиче, о его леди Макбет, вообще о формализме. Юрий Олеша наивно и честно рассказывал с трибуны о внутреннем разладе, внесенном в его душу этим решением. «Я не могу теперь читать статьи правды с прежним чувством», – горестно восклицал он. Пастернак со своим мычанием и инфантильностью говорил иронично. Он удивлен, что вытащили такую старую проблему, как формализм. Все это давно решено. Вспоминаются споры его молодости, насколько они были острее даже раповские дискуссии, это Афины по сравнению с сегодняшней. Он говорил о закономерности трагического в искусстве наших дней. Речь его не имела никакого успеха ни в президиуме, ни в зале. В госиздате, где готовилась книга стихов Пастернака, его замучили придирками. «Так что ж, тут скрытая рифма, бомба!» – вскрикивал, рассказывая об этом Пастернак, и голос его будто раскалывался надвое, и восклицание переходило в хохот. После гибели Мандерштама – известие пришло в январе 1939 года – Надежда Яковлевна, обменяв оставшуюся в Нащекинском комнату на какую-то квартиру в Твери, вместе с матерью уехала из Москвы с намерением никогда сюда не возвращаться. Пастернака я видела уже в 1940 году в комнате Харджиева, в Марьиной роще. Он пришел туда, чтобы встретиться с Ахматовой. В этой маленькой комнатке на первом этаже, где до потолка возвышались деревянные полки, набитые книгами, редкостным собранием русской поэзии начала века, а на стене в раме красный на белом фоне квадрат Малевича, подаренный Харджиеву авторам, где стояла тахта, две деревянные табуретки и маленький канцелярский стол, а на дощатом полу был постелен чистый половик, Пастернак вспомнил свою молодость. Разговор шел о центрифуге. Он стал рассказывать со множеством смешных подробностей историю ссоры и несостоявшейся дуэли с Сергеем Бобровым. Одна его фраза до сих пор звучит у меня в ушах из-за несравненной интонации слов, произносимых на таком открытом горячем дыхании, что снова голос Пастернак раскололся надвое, и последнее слово перешло в хохот пана. «А мы развалились по диванам, распеваем дорогие коньяки». Борис Леонидович вскакивает с табуретки, бегает с хохотом по комнате, восемь с половиной метров, и, не прекращая рассказывать, с виноватым видом, быстрыми движениями старательно смотрит на это, с ласковой усмешкой. Николай Иванович остается невозмутимо спокойным. Потом Анна Андреевна вспомнила, как ей нужно кому-то позвонить. Николай Иванович повел ее в коридор к телефону, и в наступившем неловком молчании Борис Леонидович смущенно подсаживается ко мне на тахту и залихватски спрашивает, «Как жизнь?» Вернувшись, Анна Андреевна рассказывает о еще более давних временах. На вечеринке заиграли какую-то там кадриль или польку, гости начали танцевать, а в дверях гостиной появился бальмонт, заломил руки и простонал, «Почему я такой нежный? Должен на это смотреть!» В той же комнате, где Борису Леонидовичу явно не хватало места для разбега, опять проплыл его образ и даже промелькнула тень бальмонта, но все это уже в отраженном свете. Произошло это так. Как было заранее условлено, я зашла за Анной Андреевной к Харджиеву, чтобы идти с ней в театр Красной Армии, помещавшийся отсюда недалеко. У Николая Ивановича я застал не только Ахматову, но и Цветаеву, пришедшую сюда в сопровождении Грица. Он сидел на тахте рядом с Харджиевым. Брови его были трагически сдвинуты, что неожиданно делало его красивое и мужественное лицо миловидным. На табуретках сидели друг против друга. Устала Анна Андреевна, такая домашняя, такая подтянутая со своей петербургской осанкой, а на некотором расстоянии от нее нервная, хмурая, стриженная, как курсистка, Марина Цветаева. Закинув ногу на ногу, опустив голову и смотря в пол, она что-то постоянно монотонно говорила и чувствовалась в этой манере постоянно действующая сила, ничем не прерываемое упорство. Вскоре все поднялись, и невысокая Цветаева показалась мне совсем другой. Надевая кожаное пальто, она очень зло изобразила Пастернака в Париже, как беспомощно он искал платье для Зины. Он просил Марину Ивановну мерить на себя, но спохватился, не пойдет. У Зины такой бюст. И она изобразила комическое выражение лица Бориса, при этом и осанку Зинаиды Николаевны. «Красавица моя, вся стать!» Резкость слов Цветаевой и неожиданно развинченные движения поразили меня тогда неприятно. Не знаю, как перешел разговор на Бальмонта, и Цветаева описала горестную сцену в Париже. Состарившийся поэт, видимо, случайно получил много денег. Марина Ивановна видела в ресторане или в каком-то кафе, как он выбирал по карте дорогие вина, а жена судорожно прижимала к груди потрепанный портфельчик, набитый деньгами. Эта жалкая сцена была разыграна Цветаевой с мгновенной и острой выразительностью, но тоже, как мне показалось, слишком резко. Выйдя уже в коридор, она обернулась к замешкавшейся в комнате Анне Андреевне, чтобы поведать, какой описывали ей Ахматову общие знакомые. Такая дама. И голос ее звенел. Все вместе мы вышли в Александровский переулок. Где-то на перекрестке Марина Ивановна, распрощавшись, ушла в сопровождении греца, а Харджиев довел нас до театра, где с мая 1941 года шли первые спектакли «Сна в летнюю ночь» с участием Нины Ольшевской, Ардовой. Еще в марте 1941 года я познакомилась в санатории «Узкая» с заловкой Цветаевой, Елизаветой Яковлиной Эфрон. Мы обе остались в Москве при всеобщей эвакуации и подружились на многие годы во время первой военной зимы. Елизавета Яковлина долго не могла прийти в себя после самоубийства Цветаевой, но постепенно все чаще и чаще возвращалась к воспоминаниям о ней. Она знала о встрече обоих поэтов в Мариной роще. По ее словам Цветаева, была несколько разочарована Ванне Андреевне и даже отозвалась о ней, барыня. Очевидно, так преломился в памяти Елизаветы Яковлиной все тот же рассказ о даме. Лишь в 60-х годах я спросила Харджиева, не помнит ли он, о чем был разговор в то длинное свидание. Анна Андреевна говорила мало, больше молчала. Цветаева говорила резко, нервозно, перескакивая с предмета на предмет. Они, кажется, не понравились друг другу. Нет, этого нельзя сказать, задумался Николай Иванович. Это было такое взаимное касание кончиком ножа души. Уюта в этом мало. А во время войны Рудаков подарил мне версты, и я с запоздалой нежностью перечитывала эти лучшие стихи Цветаевой, и в военной, затемненной Москве оплакивала ее, как самого близкого друга. Итак, война. Я никуда не выезжала со своего щепка всю войну, и это была самая странная, экзотическая, остановившаяся и быстро бегущая жизнь. Рассказывать о бедствиях, утратах, полной ломке характера и необычайно повысившейся роли надежды было бы трюизмом. Все это знают. Помнит также окончание войны, всеобщий подъем духа и наступившее затем оцепенение. И вот 1946 год. Ахматова и Пастернак выступают в колонном зале Дома Союзов. «Вы не ходите?» «Это не для белого человека», — сказала мне Анна Андреевна. И я не была. Но она рассказывала, что Пастернак обнаружил полное владение законами эстрады. Переходил с одного конца сцены на другой, приговаривая, «А теперь, чтобы вы не соскучились, я перейду к вам». От кого-то прятался за спиной сидящих в президиуме и тому подобное. А самой Ахматовой послали из зала записку. «Вы похожи на Екатерину II». В Политехническом музее, кажется, в июне 1946 года был отдельный вечер Пастернака с афишами. Там я тоже не была, но знаю, что зал был битком набит, а у подъезда дежурила конная милиция. Пастернак рвался к широкой аудитории. Ахматова больше радовалась благоговейному почитанию и восхищенному любованию многочисленных знакомых. Повторяли привезенное из Ташкента слово. «Королева». Весь литературный бомонд перебывал тогда на Ордынке у Ардовых, где она останавливалась. Актеры, художники и даже эстрадники хотели засвидетельствовать Ахматовой свое почтение. Не забывали ее и старые друзья совсем другого толка. Борису Леонидовичу это очень нравилось. Он говорил о впечатлении какого-то прибоя. При мне сравнил квартиру Ардовых с узловой станцией, а имя ей Ахматовка. Я мало бывала на этих пиршествах тщеславия, о которых впоследствии Анна Андреевна вспоминала покаянно. Я просто обалдела. Впрочем, и в этих обстоятельствах она не теряла чувство юмора и самоиронии. Она тогда из городской нищенки, какой выглядела до войны, преобразилась в полнеющую немолодую и элегантную даму. Ей выдали из каких-то специальных фондов одежду и обувь. Впервые за десятки лет у нее появилась маленькая изящная шляпа. «Я похожа на жену посла», — сказала она мне. Он уже двадцать лет с ней не живет, и все это знают, но когда она приезжает, в газетах сообщается о прибытии супруги такого-то, а чиновники из министерства едут на вокзал ее встречать. Не забудем, что это было ее первое появление в Москве после неожиданного разрыва с Гаршиным. Как-то утром я застала Бориса Леонидовича на Ахматовке. Он любезничал с дамами, с нескрываемым восхищением взирал на красивую Нину Антоновну, которая была больная и лежала в постели. Борис Леонидович сидел у торца большого стола и встретил меня странной фразой «Я вас знал маленькой девочкой». Угостил меня чудесным красным вином, которое принес с собой. Он читал свои стихи. Я не без сожаления сказала, что у него изменилась манера чтения, теперь она более приближается к актерской. Это замечание было ему не особенно приятно. Он сухо ответил, что теперь он читает лучше и так ему больше нравится. Тут вошел в замешательстве брат Нины Антоновны. Пора было ехать за доктором. А на чем? Пастернак сейчас же предложил свои талоны на такси. Это была привилегия, которую достаивались очень немногие писатели. Нина уставила на Пастернака свои блестящие черные глаза. А разве у вас есть? И Борис Леонидович захлопотал, засуетился, стал названивать домой, чтобы кто-нибудь из сыновей принес талона на ордынку, благо это рядом. А потом настал знаменитый август. Вышло постановление ЦК Озущенко и Ахматовой, и хотя Пастернака оно прямо не касалось, его радостный подъем оборвался. Борис Леонидович уединился. Публичные выступления его были прекращены. Доходили слухи, что он работает над романом. Глава вторая. Эти сведения приходили главным образом от Лидии Корнеевны Чуковской, с которой я особенно подружилась в ту пору. У нее встречала хорошенькую, но слегка увядшую блондинку, работавшую вместе с ней в Новом мире. Лидия Корнеевна вела в журнале принципиальную борьбу за высокое мастерство редактора, а блондинка с помятым лицом служила там секретарем отдела поэзии и отвечала на самотек, то есть на стихи, присылаемые со всех концов Союза в редакцию Нового мира. Она ненавидела эту работу, держалась за нее только из-за повышенной продовольственной карточки, но и этих благ не хватало, чтобы прокормить двоих детей и мать. Она была патетически бедна, ободрана, ходила в простеньких босоножках и беленьких носочках, иногда забрызганных грязью, плохо читала стихи, писала под копирку одинаковые ответы, самодеятельным поэтом и демонстративно восхищалась пастернаком. Борис Леонидович это заметил и, при своих уже тягостных отношениях с редактором журнала, тогда это был Константин Симонов, утешался ласковым приемом секретарши. «Она такая милая», — говорил он, — Лидии Корнеевне. В «Новый мир» Пастернак приходил по поводу своего романа «Доктор Живаго». В редколлегии журнала уже установилось отрицательное отношение к этому еще незавершенному произведению, в которое Борис Леонидович вкладывал всю страсть своей души. Он считал этот роман итоговым для всей своей творческой жизни. Ранней весной 1947 года Лидия Корнеевна предупредила меня, что скоро у одной знакомой дамы собирается небольшое общество, куда буду приглашена и я. Борис Леонидович прочтет первые главы своего романа. Своим друзьям Лида как бы поставила условие, каждый из нас должен был написать после чтения письмо Пастернаку. В начале апреля в назначенное время я подошла к дому по Настасинскому переулку. В подъезде я столкнулась с Борисом Леонидовичем и вместе с ним подымалась в лифте. Подымалась еще одна его знакомая переводчица, тоже приехавшая на чтение. Он меня узнал, спросил про Анну Андреевну, сказал что-то любезной переводчице. Публика уже собралась. Лида пришла с той самой блондинкой, Ольгой Ивинской. Бориса Леонидовича усадили за столик, лицом к публике, расположившейся в двух-трех видах стульев. Стали обсуждать порядок вечера. Лидия Корнеевна настаивала на чем-то. Некто твердокаменный сказал, наконец, резко, «Я не понимаю, почему эта дама так нервничает». А она сидела рядом с Ивинской. И Борис Леонидович все время обращался к ним глазами и через головы сидящих спросил Лиду, как себя чувствует Корней Иванович. Нежным, осторожным движением он вынул рукопись из бокового кармана и бережно положил ее на стол. Затем произнес небольшое вступительное слово о современном распаде формы романа, которую он хотел возродить, о соотношении стихов и прозы, а затем обратился к присутствующим членам редколлегии нового мира, призывая их к деловому вниманию, и как-то жалобно и просяще сказал, что даже перестает чувствовать себя профессионалом. Началось чтение. Маленькие главки детства с их заключительными абзацами он так изящно и ритмично отчеркивал голосом, что каждая пауза между ними ощущалась как наполненная пустота. Некоторые реплики произносил, как сдержанное сокровенное признание. «Моя дорога стала», — так говорит железнодорожный рабочий во время всеобщей забастовки 1905 года, когда они сами знали, куда они идут. «Выстрелы?» «Вы тоже так думаете?» «Это Лара» бежит по московским улицам в выступление отчаяния, вбирая в себя пение церковной службы и выстрелы революции. Эти главы давали ощущение полного слияния судеб, людей и истории. «И не вздумай, пожалуйста, отпираться», — записка подруги Кларе, прочитанная тихо, потому что это было цитированием, но усилившее впечатление из-за интонационной и лексической достоверности. Борис Леонидович снимал и надевал очки, криво садившиеся на нос, и, читая страницы о Ларе, казался страдающим пожилым отцом опозоренной дочери. В другой раз увлекся, наслаждался, хохотал, когда читал фольклорные страницы сочной площадной брани во время потасовки между рабочими. Закончилось чтение главой, где Юра на могиле матери закричал «Мама!» Оно было выслушано в глубоком благоговейном молчании. Объявили перерыв, после которого Борис Леонидович обещал прочитать отдельные отрывки из второй части и сообщить ее план. Был устроен прекрасный чай, хозяева были очень гостеприимны. Многие вышли в коридор, там прохаживались и беседовали, собравшись в небольшие кружки. А Борис Леонидович тревожно подходил то к одному, то к другому, заглядывая в глаза, выпытывая, каково впечатление. Нетерпеливо подошел он к двум новомирцам, жадно прислушиваясь к их разговору. Но снисходительно, как взрослый ребенку, Борис Агапов возразил, «О нет, мы говорим о своих будничных производственных делах». Подошел Борис Леонидович ко мне, стоявшую у стены, и спросил с придыханием, ну как? После перерыва он стал читать главы о Ларисе и Паше в Камергерском переулке. Эти главы были иными, чем в окончательной редакции. Там была очень остро написанная сцена соблазнения Паши, а в аксессуарах главную роль играла свеча, стоящая на подоконнике. В это самое время Юра проезжал в санях по Камергерскому переулку и обдумывал реферат о блоке, заказанной ему для студенческого журнала. Взгляд его задержался на горящей свече, видной сквозь подтаявшее стекло. И когда он приехал домой, вместо реферата он стал писать стихи. «Мело-мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе, свеча горела». Потом «Другие» и, наконец, «Рождественскую звезду». И было ясно, что это стихотворение о наступлении новой эры и блок тоже предтечи другой новейшей эры. И хотя в этой главе ничего сказано об этом еще не было, но связь была очевидна, и от этого весь роман производил впечатление высокого прозрения. А когда впоследствии стихи были выделены в конец романа и присутствие их в прозе было рационалистически мотивировано, этот эффект, мне кажется, пропал. Стихи Борис Леонидович прочел отнюдь не по-актерски. Произнесение каждой строки рождественской звезды продолжалось одинаковое количество секунд, как бы под стук метронома, поэтому длинные, многосложные строки он читал ускоряя, а короткие медленно, чем достигалась также естественность и простота интонации. Реалии описательной части производили такое впечатление подлинности и достоверности, включая ангела, что все мы слушали, как озаренные, как будто мы сами в этот холодный апрельский вечер форточки были открыты, присутствовали при рождении нового сознания. И когда он закончил, Евдоксия Федоровна Никитина глубоко и блаженно вздохнула, тихо произнеся, «О, Господи!» А совсем лишенный подобного чувства, Илья Самойлович Зельберштейн сказал в кулуарах со свойственной ему экспрессией, «Как мне его жалко, он так любит свою работу!» Стали расходиться. Я заметила в передне, как Левинская юркнула за шкафы и быстро-быстро попудрила себе нос. Я ушла. На дворе была холодная весенняя ночь. Я видела, как Борис Леонидович вышел из парадной в летнем плаще. Тонкий лед хрустел под его удаляющимися шагами. Глава третья. Отрывок из моего письма к Ахматовой. Вторая новость очень радостная. Это роман Бориса Леонидовича. Под романом подразумевая его новую прозу, а не новую любовь, которая тоже имеется. Эта книга такая, что после нее все написанное до сих пор кажется старомодным, оказывается, все Хемингуэи существовали для того, чтобы их находки пошли в дело в новом русском романе, вновь созданном на основе старой формы. Радостно жить, когда знаешь, что рядом строится такое огромное здание, поразительный натиск созидательной энергии. Это произведение стало мне дороже всего на свете. Через несколько дней после чтения я встретила его на улице, возле его дома. Он сейчас же объяснил, что спешит куда-то занять деньги, не задерживаясь передать их через лифтершу жене и идти куда-то дальше. Тем не менее, он велел мне сделать с ним несколько шагов. Потом стоял передо мной с седой щетинкой на подбородке в непромокаемом плаще, а было еще холодно, и тихо говорил, «Ведь это счастье чувствовать, что в тебе есть такое. Ведь правда, да?» С надеждой он ждал от меня подтверждения и успокаивался, когда я говорила, «Конечно, конечно». Он стоял передо мной, как огорченный пан, и весь трепетал от жажды утешения и понимания. И когда я ему сказала, что сестра, моя жизнь и последний роман произвели на меня однородные впечатления, он по-детски обрадовался и счастливым голосом опять спросил, «Правда?» Когда я с ним попрощалась, неожиданно он быстро поцеловал меня в губы. Недели через две, проходя по проезду, название которого я всегда забываю, я издалека заметила, выделяясь из толпы, навстречу идет молодой человек в самом весеннем настроении. Не успела я насмешливо подумать, страстный брюнет, как увидела рядом с ним стройную блондинку с распущенными волосами и совершенно затуманенным взором. Лицо молодого человека медленно надвигалось на меня выкачанными от восторга глазами, а ноги его как-то странно шаркали по тротуару, как будто каждым шагом он пробивал через асфальт землю. Мимолетное «Здравствуйте!» какой-то неловкий слабый жест, и видение исчезло. Уже через несколько часов мне было доложено, что решающее объяснение брюнета с блондинкой произошло, и что ей посвящено все последнее великое, то есть роман и стихи. Вскоре Борис Леонидович позвонил мне по телефону, извинился, что не сразу узнал меня там, в Третьяковском проезде, и поздравил с Днем Победы. Правда, звонок был не без повода, но об этом когда-нибудь расскажу. Легко догадаться, что вести о Пастернаке приходили ко мне от Лидии Корнеевны, ежедневно встречавшейся с Ивинской. От нее же я знала, что Борис Леонидович после своего чтения всю ночь гулял с Ивинской по московским улицам. Так рассказывала Ольга, а сам Пастернак сказал Лидии Корнеевне, что все в тот вечер доставляло ему. Давно неиспытанное наслаждение, почти чувственное. Самое чтение, квартира в Настасинском переулке, публика, даже чай, даже лифт. Между прочим, Лидия Корнеевна сказала мне со слов Ольги, что Борис Леонидович был удовлетворен письмом, которое я ему написала после чтения в Настасинском. Я не стала посылать это толстое письмо по почте, а понесла его в Лаврушинский переулок, чтобы опустить в ящик на дверях квартиры Пастернака. Но у главного подъезда писательского дома, как уже известно из моего письма к Ахматовой, встретила его самого. Он был не один. Спутник его отошел в сторону, но ждать пришлось так долго, что, махнув рукой, он удалился. Говоря свои тихие слова, Борис Леонидович время от времени ощупывал счастливым жестом внутренний карман пиджака, куда было положено мое еще нечитанное им письмо, похлопывая себя по левой стороне груди. Вот каким событием был для него в эти дни каждый отклик на его работу. Я такие отзывы читаю о себе там. Целые разборы. Он назвал неизвестное мне имя английского литературоведа. Это их Веселовский, пояснил он. Все это говорилось так доверчиво, что у меня пропала всякая стесненность или сомнение в нужности моего письма. Писать его было нелегко, потому что мой жалкий и утомительный быт уводил от сосредоточенности. Требовалось очень сильное влевое напряжение, чтобы преодолеть эту рассеянную подавленность. Но мне хотелось передать главное — омовение души, которое я испытала, слушая Пастернака. Казалось, всеобщая надежда на духовное обновление, индивидуально связанное у меня с редкими просветленными состояниями моей юности, она приходилась на самое начало 20-х годов, найдет воплощение в этом новом современном романе. Вот почему я так смело, может быть, дерзко писала Пастернаку о религиозном чувстве, уже освобожденном от веры в традиционного бога. Под неточным выражением «традиционный бог» я подразумевала скомпрометированный веками лицемерия и преступлений, клирикализм, ибо возвращение к старым, уже выхолощенным церковным традициям не вязалось, как я думала, с именем Пастернака, и не этого я от него ждала. О рождественской звезде, которую я считала ключом ко всему роману, я писала. В книге описано наступление новой эры, когда земля жаждет нового гения. Все к этому готово. Каков он будет? Никто не знает, не дано знать и автору. Но великий художник, он знает, как рождается гений. Я была убеждена, что духовную жажду и ожидание нового слова разделяют со мною все преображенные войной люди, потрясенные ее неслыханными бедствиями, зверствами и подвигами самоотвержения. А таких было большинство, хотя не все могли дать себе отчет в этом, так как понятия, в которых они были воспитаны, отставали от происходящего в них процесса духовного созревания. Мне казалось, именно это имел в виду Пастернак, когда он описывал 1905 год, и поэтому я написала фразу, которую, как я надеялась, он должен был понять. Их мысли, реминесценции, но их страсть сокрушающая, новая. У всех кружилась голова от ощущения новизны и возможности все переделать. Не только возможности, но и необходимости. Особенно выделялась в первом варианте романа фигура Миши Гордона с его рано осознанной отчужденностью и репликой, намекающей на новые, открывающиеся дали. Когда я вырасту, я это переделаю. Откликнется ли в следующих частях эта тема еврейства? Это очень важно, спрашивала я Бориса Леонидовича в своем письме. Да, откликнется, сказал мне по телефону. Откликнется тем, что... Вам я это скажу. Главным героем моего романа будет не Живаго, а Гордон. Он много и подробно стал говорить на эту тему, заключив, что центральной идеей романа будет выход из национальности. Некоторым подобием высказанных им тогда мыслей могут служить его же слова из заметок к переводам шекспировских драм об Отелло. Идей равенства нации при нем не было. Жила полной жизнью более всеобъемлющая мысль христианства о другом роде их безразличия. Эту мысль интересовало не рождение человека, а его обращение, то, чему он служил и себя посвящал. На основании этого телефонного разговора я смею утверждать, что весной 1947 года роман «В замыслах Пастернака» нес некую историосовскую идею, более широкую, чем историческое изображение трагической судьбы русского интеллигента, может быть, идею об обновленном христианстве. Но в том-то и дело, что в атмосфере невероятного, которая окружала нас последние десять лет, ожидалось не это, а что-то еще небывшее и несказанное. Вот почему я была удовлетворена тем, как сочувственно Борис Леонидович ответил на мои кощунственные по отношению к церкви фразы, прибавив, «А если бы вы знали, сколько людей поняли меня именно так, то есть приняли его за апологета православия и поборника реставрации разрушенных верований и обрядов». Я слушала его через телефонную трубку, стоя в коридоре, по которому бегали взад и вперед жильцы, а вечером пыталась записать его слова. Запись эта не сохранилась, и жалеть об этом нечего. Для того, чтобы передать философско-поэтические монологи Пастернака, нужно либо обладать равным ему талантом, либо знать его настолько хорошо, чтобы, изучив его манеру говорить, передавать его неповторимый синтаксис. По поводу стихов и прозы Пастернак упомянул Льва Толстого, который отзывался о стихотворстве как о скачках с препятствиями, то есть как об искусственной игре, и даже объявил, что любит у Пушкина только медного всадника и балду. Соотносил свой роман с интеллектуальными романами Достоевского, а высказав все, что хотел, добавил в заключение. На литературных вечерах ко мне иногда подходили и говорили похожее на ваши мысли. Знаете, в Доме печати в двадцатых годах были тогда такие думающие комсомольцы, евреи. Это был последний раз, когда я слышала голос Бориса Леонидовича. А увидела его лицо лишь через тринадцать лет на его похоронах в Переделкине. Вынося гроб из дома, его высоко подняли на повороте. Полуденное солнце осветило белое-белое лицо со странным рисунком челюсти. Пастернак как будто прощался с ближлежащим полем, далекой каймой весенних рощ и голубым светом. Гроб приспаливался, спустили, двинулись к кладбищу. По обеим сторонам поля потекли разноцветные ленты провожающих. Казалось, что на осиротевшей коричневой даче все еще думает за роялем Святослав Рихтер. Глава четвертая. Почему же за истекшие тринадцать лет я ни разу нигде не встретилась с Борисом Леонидовичем? Много было причин. Мелкое и крупное перемешалось и отвлекло меня от бурных событий чужой жизни. Наступившее отчаяние социальное и материальное положение окрашивало каждую мою встречу с любым собеседником тайной надеждой. Не окажется ли она соломинкой, за которую я ухвачусь? Не дай бог, если бы это прорвалось в разговоре с Борисом Леонидовичем. Я избегала случайных встреч с ним. Это заметил даже Ардов. Однажды, с подчеркнутым удивлением, он спросил меня, почему я не остаюсь, когда на вечер ждут Пастернака. Другой раз обратил внимание на мой внезапный торопливый уход после телефонного звонка Пастернака, предупреждавшего о своем приходе. Кроме того, было ясно, что Пастернак заполонен своим романом с Ивинской. И для малознакомых людей места уже не оставалось. О драматических событиях, происходящих в жизни Бориса Леонидовича и Ольги Всевудны, я узнавала вначале от Лидии Корнеевны, потом от Анны Андреевны, а впоследствии об этих делах говорила уже вся Москва, да и не только Москва. Благожелательное отношение к Ивинской сменилось у Лидии Корнеевны и у Ахматовой негативным довольно скоро. Впоследствии Ахматова утверждала, что ее отношения с Пастернаком постепенно портились из-за этого, но Анна Андреевна была непреклонна. Самая опала Пастернака, вся эпопея с его романом «Доктор Живаго» носили шумный, крикливый характер благодаря участию в этом Ивинской. Это было так не похоже на благородную скромность Ахматовой, многие годы проведшей в еще худшем положении, чем Пастернак. Когда-то давно он и сам отмечал это, заступаясь за нее в письме к Сталину. Теперь она находила много разительных перемен в Пастернаке. Она стала замечать, например, что он отрекается от старых друзей, с которыми его связывали годы и годы дружбы. Однажды он назвал пошляком «Нейгауза» за то, что, не имея собственной дачи, он снимал комнату в Переделкине. Поссорился с другом своей юности, Бобровым, из-за критического отзыва его о докторе Живаго. Все это рассказывала мне Анна Андреевна, жалуясь на перерождение Пастернака. Когда же он напечатал свою автобиографию, она возмутилась, узнав о его глубоком равнодушии ко всем поэтам-современникам, причем Мандельштаму он назвал после Багрицкого. Все чаще и чаще Анна Андреевна высмеивала поступки и слова Бориса Леонидовича в быту, в частной жизни. Резко отрицательно относилась она к чувственным новым стихотворениям Пастернака, находя в них признаки старчества. Это ненавистная ей вакханалия, да еще Ева и хмель. У Анны Андреевны бывали периоды такого равнодушия к Пастернаку, что у нее долго валялась на подоконнике машинопись с авторской правкой его заметок к переводам шекспировских драм. Она отдала ее мне, заметив только что писала свое стихотворение о нем со строками «Могучая евангельская старость и тот горчайший гефсиманский вздох до того, как получила этот его подарок». Она имела в виду слова Пастернака о монологе Гамлета. Это самые трепещущие и безумные строки, когда-либо написанные о тоске неизвестности в преддверии смерти, силой чувства, возвышающейся до горечи гефсиманской ночи. Главным камнем преткновения во взаимоотношениях Ахматова и Пастернака было ее отношение к его роману, который она совершенно не принимала. Кажется, прямо в глаза она ему не высказывала свое мнение, опасаясь участи Боброва, но ведь он не мог не чувствовать ее равнодушие к своему, как он считал, главному созданию. К этому я относилась очень нервно. Мы читали роман Пастернака отдельными поступающими в машинописи кусками и резко критиковали уральскую часть, которую Анна Андреевна считала проходной. Читала я отдельные части доктора Живага и у Елизаветы Яковлевна Эфрон, но уже ни разу не испытывала такого внутреннего подъема, как на первом авторском чтении. И тогдашнее мое письмо казалось мне теперь слишком выспренним. Это и было главной причиной моей боязни встретиться с Борисом Леонидовичем. Анна Андреевна все более и более отчуждалась от него. И однажды, приехав из Ленинграда и названивая московским друзьям, вдруг поняла, что Пастернаку звонить уже не стоит. Отойдя от телефона, она произнесла с досадой, горечью нет. Москва без Бориса это уже не Москва. На фоне всех ревизий века. Зеркало 1999 июль номера 9-10. Беседу провела Ирина Врубель-Голубкина. Эмма, во время наших долгих бесед с Николаем Ивановичем Хаджиевым в Москве, за два года до их с Лидией Васильевной Чагой, трагического отъезда в Амстердам, который сперва планировался как отъезд к нам в Израиль, Николай Иванович, полностью доверяя мне, все же требовал выключить магнитофон и не записывать его рассказ о своих отношениях с Надеждой Яковлевной Мандельштам и в связи с этим с Анной Андреевной Ахматовой. Он говорил об этом как о самом ужасном событии в своей жизни. Был узкий круг ближайших людей, Николай Иванович, Анна Андреевна, вы, Надежда Яковлевна и сам Мандельштам, пока он был жив. Николай Иванович был самый преданный служитель этого храма, куда входили друзья и гении начала века, в том числе Хлебников, Малевич, Ларионов. Что же привело Николая Ивановича к полному одиночеству? Хорошо, будем говорить об отношениях Надежды Яковлевны с Харджиевым. Он упоминался, существовал как ближайший друг, которому она писала, что знакомых много, а родных он один. Она у него жила, когда умер Мандельштам, и описывает, как святое, как он за ней ухаживал, как он умел это делать тактично, когда она лежала пораженная горем. Но вот это все стало разрушаться. Чем? Почему? Во-первых, она не предвидела, что ее так повысит в ранге диссидентское общество, а с этим не шутит. Во-вторых, она ему, естественно, поручила издание первого посмертного собрания стихотворения Мандельштама. Заранее было известно, что в нашем советском издательстве полностью он не может быть опубликован. Если кто-то может это сделать, то другой кандидатурой в то время даже в голову не приходило, потому что у Николая Ивановича по слову Осипа Эмильевича абсолютный слух на стихи, потому что в последние дни в Москве они у него жили, потому что Осип Эмильевич уезжал от него в этот последний санаторий. И Надежда Яковлевна хотела только одного. Когда она не могла жить в Москве, чтобы Николай Иванович или я к ней приезжали, мы этого делать не могли, нам не позволяли обстоятельства, да и она сама приезжала в Москву. Я ее звала к себе, была переписка, были отношения, с Хаджиевым очень горячая переписка, со мной очень ровная, Эмма, Эммочка, своя и все. Какие тут могут быть счеты? Я была первая, которой она надиктовала это противосталинское стихотворение. Что мне еще завоевывать? Что я своя в доску, дело решенное. Ссоры начались, когда приехал по обмену как переводчик из Америки, Кларенс Браун. Как говорят, ничего собой не представлял как филолог. Был ученик Якобсона, словист, перевел египетскую марку, написал о ней и на год поехал по обмену в Москву. Естественно, явился к Надежде Яковлевне. А был еще один, просто болтун, поляк, Ришет Пшебыльский. И они очень заинтересовали Надежду Яковлевну. Она была, с одной стороны, очень расчетливая и скрытная, с чудесной памятью. Оказывается, она настолько была цинична, что могла десятилетиями помнить, как она меня обманула. Например, у меня была книга Шпенглера «Закат Европы». Она вышла в 1923 году. Я ее купила. Она имела для меня огромное значение, но, конечно, не такое, какое бы имела для настоящего образованного философа, историка и так далее. Я не доросла до таких вещей. Мне не было 20 лет. Потом я подружилась с ее братом Евгением Яковлевичем Хазиным по Надиному очень большому содействию. И как-то он у меня взял Шпенглера, и я не могла ему отказать. Потом книгу взяли Надя и Осип Эмилевич. Потом они мне сказали, что это все мне показалось, моей книги у них нет. Так у меня украли книгу. А она была вся с моими подчеркиваниями. Особенно старалась Надя. Зачем? И уверяли, прямо смотря в глаза, смеясь надо мной. Вообще, это русская история. Взяли и не отдали книгу. Прошло 10 лет, была война, и немцы пришли в Тверь, где жила Надя. Ее эвакуировали оттуда и очень далеко. Она была в Казахстане, потом она была в Ташкенте, и через два года после окончания войны она появилась в Москве. И тут она мне сказала, ну, вашего Шпенглера сожгли немцы. Она прекрасно помнила, что 10 лет держала мою книгу, которая мне тогда нужна была, как воздух. Это характеристика ее памяти. Потом было другое. У меня в мемуарах написано, как меня не пригласил Осип Эмилич на чтение разговора о Данте у Евгения Яковлевича. Демонстративно. И когда уже Осипа арестовали, Надя мне говорит, какое счастье, что вы не были тогда у Жени, потому что все, что там происходило, было известно. Я потом очень удивилась, потому что записать, что говорили Пастернак, Шкловский, Мандельштам об этом первозданном трактате, это труд непосильный. А тогда не было стенограмм подслушивающих аппаратов. Но она так сказала, что это ваше счастье. И запомнила все, что там было. И запомнила, потому что меня не пригласили специально, демонстративно. Елене Михайловне, жене Хазина, очень хотела, чтобы у нее в доме был салон. Осипу надо где-то читать. Она может пригласить Пастернака Ишковского, назвать меня, хотя я бы себя прекрасно вела, в разговорах бы не участвовала, куда там, когда такие тузы. Но было принято решение, Эмму мы не мог мне сказать, и Надя могла мне сказать, Эмма Осипу нужно устроить чтение, и в конце концов Женя предлагает, Елена Михайловна хочет, все близкие люди, а я совсем не рвалась, я не должна была участвовать, только сидеть и слушать. Но так было неинтересно, особенно Осипу, он сказал, что его с Еленой Михайловной связывают узы крови. Почему с невесткой узы крови, а как с первой женой Евгения Яковлевича? Смешно, но так было, и это в характере Мандельштама, и Надя все эти истории очень хорошо помнила. Затем Хаджиев работает долго, медленно, потому что он ищет текст, ведь это первое издание. А представить публике первое издание для Хаджиева, каким мы его знаем с вами, это была очень тяжелая задача. Во-первых, потому что Орлов не любил Мандельштама лично, он его как поэта не ценил. Собиралась вся ряд коллегий этого издания, писали друг другу, можно ли печатать, нельзя ли печатать, сколько печатать и так далее. Между тем к Надежде Яковлевне все время подъезжает Браун, она полюбила этих людей, они ее соблазняли всем тем, чем соблазнял Запад нашу деревню в те глухие времена. Причем это было даже мило и трогательно, оказывается сковородки не надо мыть, а есть такое вещество, которое дал ей Браун, чистит посуду мгновенно, как приятно. Наконец он написал своей жене, что он живет в общежитии МГУ и там ужасно холодно, и она прислала ему плед, и он подарил Наде американский плед. Самым элементарным образом ей все это импонировало. Потом приезжал Вадим Андреев с женой, и они привезли Наде ярко-красный махровый халат, опять это чудо, все балуют, и при этом какие разговоры. Она вместе с тем была очень откровенна, была у нее потребность, чтобы кто-то сидел рядом и слушал о том, что ее волнует, но не ее подлые замыслы. Она говорила мне, я скучаю по Брауну, я больше не могу без него. Потом был Морозов, мальчик-античник. Там в университете была целая порода литературы ведческая, которая занималась античностью, это была высшая категория, все-таки там можно было что-то сделать, но он был со странностями, обожал Николая Ивановича. И вот этот Морозов составлял библиографию раннего Мандельштама, десятых годов. Николай Иванович знал, что он ничего не знает, и давал ему с удовольствием материалы, свои записи, свои карточки, свои записочки. Он переписывает это в картотеку и отдает Надежде Яковлевне. Это такой симбиоз, и он все перенес туда. Теперь я дойду до сути. Надежда Яковлевна, она постепенно в Брауна влюбилась как в личность. Он ее все время уговаривал, что тут не печатают Мандельштама, а Орлов ненавидит Мандельштама, и поэтому все время придирается к тексту. Зачем это? Зачем это? И это длилось пятнадцать лет. Браун сказал, зачем вы будете возиться с ними, когда в Нью-Йорке с удовольствием напечатают по вашим спискам? Она про себя подумала, лучше. Поэтому здесь надо всеми силами компрометировать советское издание. Поэтому она и писала эти свои жгучие прокламации антисоветские. Она считала, что это очень поможет. А Саша Морозов, который очень скользкий человек по природе. Николай Иванович давал ему материалы для картотеки, которую тот составлял. А знал-то все, Николай Иванович, всю подноготную. А тут картотеку придавал Наде, а она отдавала Брауну, а он пересылал в Нью-Йорк. Глеб Струве написал Наде, появилась связь какая-то, что он хочет обеспечить Аню Каминскую, так называемую внучку Ахматовой, которую Ахматова страшно любила. Бывает любовь старухи к девочке, которая вот-вот станет девушкой. Надька тотчас же написала, что ту не надо обеспечивать, она, дрянь, ее мать дрянь. Это поправило все дела. Так что Аня Каминская тут не получила ничего. Они с матерью до сих пор живут на Ахматовской. Почему же Надежда Яковлевна ругала это издание Струве? Уже можно было. Они уже ей абсолютно стали не нужны. Ее книгу перевели на все языки, она стала очень богатой, очень сильно разбогатела. Она очень была откровенна, она говорила, «Я сейчас хочу денег». Цинично была. «Я хочу денег, и я считаю, что нужно платить». Потом она стала бояться меня как держателя правды. Это уже было в шестидесятых годах, когда она прославилась. А Кларенс Браун ее соблазняет. Что вы будете здесь конетелиться? Они будут разбирать каждое стихотворение и обсуждать, печатать его или не печатать. Там же есть Глеб Струве, Филиппов, они же вам издадут трехтомник. Все собрание сочинений, только дайте ваши списки. И она начинает исподволь компрометировать себя. Так бы еще напечатали Осипа, но когда она ведет себя так демонстративно антисоветски, то они все больше и больше пугаются. То из того, что Надежда Яковлевна общается с иностранцами? Нет, это недостаточно, слишком примитивно. Она уже выпускает сам издат. Так что печатать Мандельштама все эти просвещенные и Твардовские боятся, а ее трогать опасно, потому что с Мандельштамом двусмысленное положение, потому что он погиб в сталинском лагере. Короче говоря, она препятствовала выходу этой книги. Харджиев посвятил текстологии Мандельштама 15 лет, а она упрекала Николая Ивановича, что он медлит. Браун был гораздо интереснее без текстологии. И вообще, что это за текстология, какое-то буквоедство? Ей уже надо освободиться от Харджиева. И вот, пожалуйста, Харджиев редактирует ее список. Причем у них полное согласие. Она умела внушить, что они неразделимые, что Надежда Мандельштам, что Осип. Это же она писала под его диктовку. И Харджиев стал иногда редактировать ее списки. Он решил, что записанные при жизни Осипа Надины списки будут называться автографами. Так Николай Иванович ей доверял. Если это ее рукой написано под диктовку мужа, да, как машинистка печатает. Это одно и то же. Но Мандельштам потом брал записанные и читал. Я сама писала под его диктовку. Он говорил, прочтите мне, а потом подписывал. Я однажды сделала ошибку, а он даже не заметил. Какую? Грамматическую? Нет, текстовую. Неправильно услышал, а он не заметил. Но это уже другая история. А вот, например, у нее написано «Вехи дальнего обоза». Николай Иванович говорит «Нет, не вехи обоза, а дальние вехи для обоза». Вот смысл. Не могут быть вехи обоза. Вехи это указатель дороги для обоза, а поэтическим языком это делается так «Вехи дальняя обоза». Как он посмел усомниться в ее списке? А потом, через много лет после ссоры, я видела ее рукой написанный текст Хаджиевский. Это так и печатается, потому что вехи обоза не могут быть, а в американском трехтомнике напечатано «Вехи обоза» по ее списку. Второе очень хорошее стихотворение Осипа Эмильевича о Сталине, но такое покаянное. Средь народного шума и спеха на вокзалах и площадях. Дальше там написано «В говорливые дебри вокзала в ожидании у мощной реки». Николай Иванович исправляет «На вокзалах и пристанях». Они ездили и там везде портреты Сталина и вот они садятся на пароход на пристани. Там не может быть по-другому и звук «Площадь» это же сливается одно с другим. Как опять он ее исправил? Она начинает его ненавидеть. Он начинает ей мешать. Как? Она уже не бог. Но она ему поручила и он делает так как надо. Но в это время у нее появились апологеты последователи которые повторяют все что она говорит. Третье стихотворение Андрею Белому. Он дирижировал кавказскими горами и машучи вступал на тесных Альп тропы и озираючись пугливыми шагами шел через разговор бесчисленной толпы. У нее неразборчиво написан список. Николай Иванович мастер читать Мандештама читает «Шел Чуя» разговор бесчисленной толпы. Вот ей бы только соглашаться и благодарить, но она уже не может уступить, она потеряет все. Харджиев оказывается ее поправляет. Нет, этого быть не может. И они уже ссорятся. А Абрауну все равно. Во-первых, он русский язык так хорошо не знает, поди разбери, через Чуя. Во-вторых, она начинает уже всякое на Харджиева клепать. Кому? Мне, окружающим, всем, и Ане Андреевне тоже. Он, мол, никогда Ахматовской поэзи не любил. Все Хлебников, Хлебников. А он был влюблен в ее стихи. Она поет хороший, он ее признавал, но, конечно, она не Хлебников. Нет, этого он не уступит, зато он в нее влюблен. Но Наде надо было все испортить. Она корпит над этим, когда надо сдавать печать. А там не берут, они уже испуганы Наденькой, а она только и радуется этому. Потом оказывается, что есть очень много списков, все плохие. Все эти великие литературоведы никак не могут правильно прочитать. Списки, которые вышли от Надежды Яковлевны и потом распространились, от нее, а потом уже искаженные. То есть списки со списков главный источник ее списки. А есть что и по памяти писали. При этом был один эпизод, в котором она была, может быть, более права, чем я. Это было еще до вех дальнего обоза. Я и сказала, вот сейчас будет юбилей Петрарки в советской поэзии. У советских была такая манера, когда дело идет о мировом имени один раз в столетие, тогда уж они вытягивают своих лучших переводчиков и иллюстраторов. До этого, например, Фаворский сидел много лет в подвале, а на юбилей вдруг дают иллюстрировать книгу Фаворскому и так далее. Я говорю Надежде Яковлевне, вот вы покажите, как Мандельштам переводил Петрарку, они не знают, в каком году он умер и где, когда, это другое поколение, дайте Петрарку, нет. Потом идет Чапаев, великолепное стихотворение. От сырой простыни говорящая, знать нашелся на рыб звукопаз, надвигалась картина звучащая, на меня и на всех и на вас и так далее, и конец там такой. Измеряй меня край, перекраивай, чуден жар прикрепленной земли. Захлебнулась винтовка Чапаева, помоги, развяжи, раздели. Это живая душа, понимаете? Я говорю, дайте Чапаева, а не услышат, что Мандельштам за поэт. Нет, надо Мандельштама давать целиком, то есть надо давать его как лидера антисоветчины. Никогда не был. Он, конечно, замечал многое, чего нельзя принять, но он ни за что не хотел отказаться от идеи революции, потому что он был еврей, потому что он ненавидел мещанское общество и потому что он желал обновления и в науке, и в поэзии. Он никогда не хотел вернуться в царский режим. У меня в мемуарах это есть, но я там ничего не объясняла. Он говорил, я там ничего не оставил, и это было совершенно искренне. В этом отношении он был как все, но не критиковать то, что он видел, он не мог. Это была интеллигентская невозможность жить в той ситуации. Нет, он был проницательнее и пронзительнее, и критиковал очень хорошо, убедительно, остроумно. Так что это была борьба за новое, за обновленное. Когда была революция, то было ощущение обновления, а то, что Ленин приехал в немецком запломбированном вагоне, ему тогда готовы были простить. Затем Надя, будучи по существу безграмотной, считала, пусть будет плохим текст, когда-нибудь это встанет на место. Для Осипа Эмилича сказать, что поставили не то слово убить человека. В его стихи поставили не то слово, но она считала, что главное это сделать Мандельштаму имя, и она распространяла эти списки. В журналах стали появляться публикации статьи о Мандельштаме. Эдкинт, Нагибин, кто угодно, но тексты они путали. Хотя Эдкинт, специалист по формальной критике, в поэзии тоже считался очень выдающимся. Надежда Яковлевна на это пошла сознательно. Николай Иванович был совсем другого мнения. Он считал, что если у Эренбурга сохранился альбом, в котором он вклеил какие-то бродячие тексты Мандельштама, которые совершенно не соответствовали настоящим структуре стихов Мандельштама, то эти списки надо рвать, уничтожать, чтобы они не множились. Это была его позиция. И сказать, что он нарушил ватиканский список, это громкие, ничего не означающие слова. Надо рвать и уничтожать, чтобы у Эренбурга это не хранилось, как святыня. Вот тут уж и пошли обвинения. А Мандельштам все не выходит. Он 15 лет не выходил. И тогда Наденька решила забрать у Николая Ивановича Мандельштамовский архив. Она уже поняла, что это не та линия, где ее назначение, как она любила говорить. Надо было Николая Ивановича обвинить. А пришло уже совершенно другое поколение. И в нем растерялся даже Николай Иванович, потому что он привык к тому, что или он не печатает совсем, или каждая его публикация воспринимается определенным, может быть, не руководящим, кругом людей, которые дорожат тем, что он делает, ценят, понимают и с удовольствием печатают. И вдруг это все исчезло. Расплылось. Он взял замечательную публикацию в декоративном искусстве о Петре Брамирском, скульпторе, о котором все забыли, потому что он умер рано от тифа. Никто не знал, кто такой Брамирский, но потом оказалось, через пять минут после публикации Николая Ивановича, что никто не думал его забывать. Все о нем все знали, и все его цитируют без Харджиева. Он к таким номерам не привык. Еще вопрос о том, кто делал иллюстрации к Тарантасу Сологуба, Агин или Гагарин. Статью Харджиева напечатали недобросовестно. Такое было в первый раз, что-то не поместилось. Николай Иванович привык к тому, что каждый раз, когда он выступал, это была какая-то сенсация. А тут с ним начинают говорить, как с неопытным литератором. Он очень опытный, и с большим именем, и веселый человек, и всегда с кем-нибудь работает. Был Гриц, был Тренин, Михаил Матвеевич, который попал в ссылку, у него был отец-кулак, что ли. Обыкновенный крестьянин. И их нет. Все исчезли. Все, кто окончили тогда университет, уже советскую филологию, будь то Ника Глен, Юлия Живова, девочки из университета, их сразу берут на работу, им доверяют, они свои, платят зарплату, они работают в учреждениях штатными сотрудниками и не представляют себе другой жизни. Когда Хаджиев начал работать после войны, он был окружен молодыми, Дуганов, Саша Морозов, который Модельштамом хотел заниматься, и еще было несколько человек. В начале 60-х Айги. Хаджиев каждый раз осекался, натыкаясь на какие-то новые явления, которых он не предвидел. Прежде всего, он решил переиздать книгу «Маяковский новатор», включив с автором Тренина, который погиб на войне. Николай Иванович был убежден, что это ценнейшая книга, замечательное наблюдение о Маяковском и Тренина, и Хаджиева, «А Саша Морозов служил в издательстве искусства, и он должен был взять рукопись, ввести ее в издательство, как и до всегда делалось. Тогда порядок все-таки был по сравнению с тем, что сделалось потом. Я говорю о конце 40-х, начале 50-х годов, до смерти Сталина. И вот Морозов приносит эту книгу, в которой есть редкости, изюминка. Кажется, Лиля Брик дала Николаю Ивановичу рисунки самого Маяковского, которые должны пойти на обложку. Что делает нормальная редакция? Бережет это, как зеницу ока. Ожидает того момента, когда это пойдет переплетную, и вообще, когда это будет объявлено. Саша Морозов, человек уже другого поколения, другого характера, носит с собой эти рисунки в портфеле, и всем по пьянке и не по пьянке показывает в своей компании вот что у него есть. Это так поразило Николая Ивановича. Он был в ужасе. Это был удар. И этот Морозов обожал Хаджиева, потому что Надька его обожала, и он не знал, что будет потом. Вот такой сюрприз. Потом, что там было с этой книгой, я не буду говорить. Теперь Надька заявляет. Знаете, бедняг Николай Иванович, ему уже нужна пенсия. Морозов ему поможет. Она, например, говорит мне, почему вы не можете работать над Мандельштамом? Вам что, положение нужно? А вот Морозов не кичится никаким положением, обожает Мандельштам, обожает меня и обожает Николая Ивановича. Николай Иванович начинает становиться желчным, говорит, что его нарочно сажают под форточку, чтобы простудить. Он ощущает свое шаткое положение как представитель сомнительных фигур, таких как Хлебников, с его ненужным тогда патриотизмом. И книга «Маяковский новатор» выходит очень урезанная, но с теми рисунками. И потом она целиком была напечатана на Западе. Николай Ивановичу не верили? Его слово было не окончательно, всем заправляли другие люди, негде печатать, не с кем работать. Затем у Николая Ивановича появился какой-то мальчик-почитатель, я не помню его фамилии, у него еще бабушка была. Он тоже был отставлен, неизвестно почему. Потом появился Айги, который поначалу казался очень преданным Николаю Ивановичу. Но все они совершали проступки и были недостойны быть человеком Харджиева. Теперь остаются Дуганов и Розешевский, которые до последнего дня работают в литературке. Николай Иванович был в восторге от Дуганова, он замечательный. Но постепенно начинал понимать, что настоящей остроты у Дуганова нет, пронзительности нет, и как текстолог он не вытягивает. А потом пошли критика Дуганова как личности, оказалось, что он живет с очень нервной и богатой женой, и это подозрительно, и это брак по расчету. Николай Иванович очень ценил его ум, но по существу ему не нравилась его работа. Он недавно умер, Дуганов, и я вспомнила, как о нем отзывался в начальный период Николай Иванович. Он считал его достойным преемником по работе над Хлебниковым. Говорил, что у Дуганова ум как нож. Причем круг его сужался. Один из его друзей, редакторов, покончил самоубийством. Умерла от болезни Вера Федоровна Румянцева, библиограф Третьяковской галереи. Они были связаны работой. И когда Николай Иванович узнал о ее смерти, он заплакал. Он презирал Степанова, но все были на стороне Степанова, потому что у него был сын-идиот. Это очень печально. Его все жалели. Но почему ему должны были из-за этого отдавать Хлебникова и всю другую работу? Даже Чуковский был на стороне Степанова. В конце концов, книга «Маяковский новатор» должна была выйти с предисловием Коварского. Работал Николай Иванович, а предисловие Коварского, потому что он ловчее. А Зильберштейн, который был жулик, как известно, целиком был предан своему делу и при полной безграмотности немало сделал и собрал много вещей. Он был очень тяжелый диабетик, все время принимал лекарства и кололся. Так Зильберштейн дал Харджиеву мелкую работу, чтобы тот доработал до того, когда смог бы получать пенсию. Надя говорила, что Морозов так старается сделать Николаю Ивановичу пенсию, а сделал ее Зильберштейн. В то время Николай Иванович устраивал выставки в музее Маяковского, Чикрыгина, Ларионова, Гончаровой. Но я в этом участие не принимал. Мы с Мишей Гробманом и Геной Айги помогали ему тогда. У нас даже сохранилась фотография, где мы все вместе. Это были большие события для московской художественной жизни. Николай Иванович взял большую картину Чикрыгина у его дочери. Картина упала и ее проколола. Николай Иванович постарался, ее реставрировали, так что ничего не было заметно. Выставка открылась. И Морозов в беседе с дочерью, владелицей драгоценного полотна, рассказал ей о случившемся. Надя стала требовать у Николая Ивановича назад архив Мандельштама. Потом не брала. Потом он болел, потом женился на чаге. Он очень болел, у него был инфаркт, и была у него замечательная врачиха-еврейка, и они очень боялись за его вены. А Лидия Васильевна была на даче, и когда она приехала, он позвонил мне и сказал, «Вы представляете?» Лидию Васильевну забодал бык. Потом клеточка с белочкой. Потом хулиганы бросили Лидию Васильевну на рельсы в метро. Про белочку я знаю, она прятала орешки в драгоценной книге Ларионова, для этого сделав там дупло. Много фантастических историй происходило с Лидией Васильевной. Она завязывала телефон, чтобы Николай Иванович не мог говорить. Он сам был странный. Он был квартирный склочник. Пенсию он получил, гонорар за Маяковского получать не стал, потому что ему выписали 63 рубля. Он сказал, «Мне стало противно, и я им ни слова не сказал». Дочь Тренина попросила у него взаймы, не отдала. Она и одалживала с намеком не отдать, Николай Иванович же книгу как бы делал вдвоем с ее отцом. В общем, у него были очень тяжелые времена, а делал книгу, чтобы заработать до пенсии. С ним обращались так. Зильберштейн стал врагом, вытягивал у Хаджиева хлебниковские материалы, у него бездна материалов, но ведь это Хаджиев и так не отдаст. Ему тысячу раз предлагали заключить договор с библиотекой поэта, но он отказывался, не хотел, чтобы Степка, Степанов, писал статью, а сам он статей писать не хочет и не умеет. Во вступительных статьях есть темы, которых надо обязательно касаться, а он ведь эссеист, и за академические статьи он не брался, а со Степкой вместе он не хотел. И Николай Иванович, наивный ребенок, пишет проспект на Два Тома и отдает его Зильберштейну. Я работала в литнаследстве, у меня там все свои, и я спросила у сотрудников, и мне ответили, что у них никогда в плане хлебников не стоял. Зильберштейн его просто обманул. А он уже заказывал Коми Иванову материалы для двухтомника и был очень этим вдохновлен, но получил фигу. Потом они с Зильберштейном долго ссорились, потом не виделись, уж очень у них общее поле деятельности было, оба коллекционеры. А Надежда Яковлевна пришла в издательство искусства, когда книга о Маяковском еще не вышла, вместе с с Сиротинской, заместителем директора Цгали, про которую Морозов говорил, что она главная ГПУшница, хотя Волкова была главная, и не скрывала этого, и подавала руку, как лопату. Надежда Яковлевна пришла с жалобой на Харджиева, что он украл архив Мандельштама. Морозов сам мне рассказывал. Вы не знаете, с каким человеком она пришла. А потом Надя пошла у Харджиева вырвать архив Мандельштама. Сиротинская стояла внизу и ждала. Харджиев ей сказал, Надя, я ведь вам говорил, что я верну архив по первому требованию, и выдал ей весь архив, и весь ее запал остался неиспользованным. Он немедленно написал редакторше из библиотеки поэта, кажется, Исакович ее фамилия, с которой, конечно, у него были лады. Она была культурным человеком. Он написал письмо, что произошел скверный анекдот, и он ничего больше делать не может. То есть, он ничего прибавлять не будет. А он хотел работать со мною. Я ему могла помочь в текстах стихов о неизвестном солдате прибавить что-то. А уже был семидесятый год. И таким образом, Надя осталась, как она любила говорить, с раскрытым ртом. Это дурацкое выражение, особенно Осип с раскрытым ртом. Не вязалось как-то. Что делать? Через некоторое время Николай Иванович получает письмо от Надьки со списком рукописей, которую он ей не сдал. На Николая Ивановича было страшно смотреть, я очень боялась за него. У него не было этих рукописей, потом они у Надежды Яквины нашлись. Это известно. Но она не сказала ему, я ошиблась, рукописи все тут. Она сочинила список рукописей, украденных Харджиевым. Бедный Николай Иванович. И уже начиналось дело о наследстве Ахматовой. Это уже самый конец шестидесятых, семидесятому году. Главных свидетелей было трое, Харджиев, Надежда Мандельштам и я. Ира Пунина нас безумно боялась. И когда было назначено судебное заседание, и мы приехали из Москвы, она распустила слух, что мы не приехали, так что суд не состоится. Это была целая эпопея. Там разные были этапы. И тогда я приехала к Наде. Телефонов не было, у всех уже новые квартиры, поэтому я к ней приехала естественно. Она говорит, ваш приезд это поступок, это поразительно. Я говорю, что тут а надо поговорить. Надя, что вы делаете? Мы будем сейчас свидетельствовать и выдирать архив Ахматовой, а вы объявляете, что Николай Иванович вор. А Николай Иванович говорит, что он не поедет туда, потому что ему могут из толпы кричать, вы сами вор. Что? Мы сейчас же поднимем шум, устроим митинг, говорит Лева. А, Лева, говорит Хаджиев. Много он понимает в этом. Он только что вернулся. Конечно, Николай Иванович не поехал. То есть один раз он был, но они сорвали заседание, не давали показания. На повторном заседании меня спрашивали, вы подтверждаете то, что сказали в прошлый раз? Я должна была попросить зачитать мои предыдущие показания, но не догадалась. И после получения этого списка, якобы того, что он ей не вернул, Николай Иванович сказал Бабаев рассказывал всем, каким дрюнцом оказалась Надежда Яковлевна. Бабаев это привлеченный мальчик Ахматовой и Надежда Яковлевна из Ташкентской эвакуации. Харджиева там не было. Это отдельная история, у меня есть рекомендательные письма, которые Надя писала мне о нем. Когда я к ней пришла, мы расслабились, и пока она распиналась о благородстве моего прихода, вдруг раздается стук в дверь, входит академик Гельфанд. У нее было их два. Один Гельфанд, а другой тоже почти Гельфанд. У нее был круг математиков, физиков, только не по литературе. Они ничего не понимали, зато внимали каждому ее слову. Он приводит с собой пять-семь студентов, они боятся войти, тут такое божество. Я сижу с ней, обсуждая важнейшие вопросы, я специально приехала. Она должна была бы сказать занята, но она не может сделать этого. Что такое я и что такое дело Ахматовой, когда пришли ее поклонники, которые приседают в реверансах, как им войти. В конце концов, я помню это ощущение, как я с ней целовалась, очень неприятное. Мы все-таки как-то сговорились наспех, что мы едем все, это святое дело. Это, конечно, не рукописи Мандельштама, но Анна Андреевна тоже не последнее лицо все-таки. Когда Николай Иванович отдал ей полностью архив, она мне позвонила, и я помню полностью то, что она сказала, Эмма, он поступил, Эмма, он поступил как джентльмен, он мне все отдал. Это был первый звонок, а второй звонок, она мне говорит, Эмма, он вор, он меня обокрал. Я говорю, Надя, вы ведь мне обещали, что не будете муссировать это. Она отвечает, я только обещала, что не буду подавать на него жалобу в союз писателей. То есть такая грязь, с таким упоением она входила в эту роль. Она спрашивает, а вы почему его защищаете? Я ответила, потому что он мой друг, и он был вашим другом, но если вы будете так о нем отзываться, то я вам не друг. В общем, я с ней поссорилась и пять лет не разговаривала. Он вор, и хотя она не напишет в союз писателей, она подаст в обычный суд, как с ворами полагается делать. Все материалы уже давно были пересланы на Запад, и в Америке вышли три тома Мандельштама. Какой есть, такого и издали. Ахматова была очень возмущена, как ее там издали, а Надя счастлива. Во-первых, имя Мандельштама стало известно на Западе, а во-вторых, она получила денежки. Тогда она стала писать свою вторую книгу. Ее перевели на семнадцать языков, она стала богатой женщиной. Она говорила, да, я хочу денег, и вообще считаю, что за услуги надо платить. Потом у Харджиева была целая эпопея со Шкловским и комнатой, бесконечная история. И что Надежда Яковлевна стала делать, когда разбогатела? Она стала подкупать людей, которые охотно на это шли. Самые близкие мои друзья меня предавали, как бы говоря, смотри, какая добрая барыня Надежда Яковлевна, такая психология. Она хотела, чтобы люди вычеркнули меня из своей жизни и истории. Моя ближайшая подруга с гимназических времен Елена Константиновна Осмеркина пробормотала Наде, «Что вы делаете с Эммой?» Но сама тоже сразу замолкла. Что она могла сделать, если Надя водила ее все время в березку и всячески задаривала ее? А как Анна Андреевна относилась к конфликту между Хаджиевым и Надеждой Яковлевной? Надежда Яковлевна ее все время подговаривала, а Николай Иванович теперь был уже не тот. У него была история с первым браком, с Нарбуд. Вообще хватит ли мне жизни все это рассказать? Есть еще история со Шкловским, при начале которой я не присутствовала, тогда я не была с ним знакома. Я спросила Надю, она рассказала, что когда к ней приехала Анна Андреевна, появился Николай Иванович. Она распустила волосы, потому что у нее началась мигрень, так как Хаджиев безумолку рассказывал, какой Шкловский негодей. И все-таки Анна Андреевна сказала Шкловскому «Я партии Хаджиева», чем Шкловский был очень недоволен. Ему было почему быть недовольным. Как он говорил, жалоба на неправильно подаренную комнату. Он ее действительно подарил Хаджиеву, но не ту, которую тот хотел. Ну, там была масса интриг. Но самая первая моя ссора с Надей, пятилетняя, была из-за постановления Азощенко и Ахматовой. Наденька сидела в Ташкенте и впервые приехала в Москву. Она не могла оттуда выбраться, из Ташкента. Там своя история. С ее дипломом, с ее предательством, но это другая история. Из Ташкента первой приехала Ахматова. Это был 44-й год. Она была на вершине славы. У нее давно не было такой славы, только в молодости. А тогда ее опять подняли. Стихотворение мужества было напечатано в правде. И все местное краевое начальство было очень довольно великий поэт, чудесный. Так что она приехала королевой с решением немедленно выйти замуж за Гаршина, который я написал письмо, что жена его умерла в блокаду, и теперь он предлагает ей носить его фамилию Гаршин, и Анна Андреевна согласилась. Можете себе представить, Анна Андреевна Гаршина. И она всем рассказывала. И тогда я поняла, как ее томила эта жизнь с Пуниным. Есть такие вещи, которые сам себе не говоришь, но, конечно, это двусмысленное положение ее терзало. Мне она сказала, Эмма, я выхожу замуж. Мне это казалось смешным. Ей было в 45 году 56 лет, после всего, что было в ее жизни. Тогда трудно было звонить в Ленинград, и она просила, я три года не видела мужа, дайте мне позвонить ему. Когда она приехала на вокзал, он ее встречал. По дамской почте мне донесли, что племянник Гаршина покупал сервиз, чтобы ее принять. А ее сопровождал Адмони, и это уже была установленная в Ташкенте свита. Я думаю, что она была в ужасном, жалком положении, когда Гаршин ее поддерживал, был у ее ног. Он ее оставил больной, страдающей, Левы нет. А тут приезжает дама в сопровождении профессора Адмони и переводчицы Сильман. И вот это ее свидание с мужем. Я не знаю, как это произошло. Там подготовка была большая, участвовали подруги бывшей жены, и он отпрянул. Он сказал, нам надо поговорить. Куда вас отвезти? Если бы писать пьесу, то она должна была дать ему по морде. Так вот, Анна Андреевна, когда еще была невестой Гаршина, приезжала в Москву и передала мне мешочек из мягкой ткани и сказала, это вам от Нади. Там были мятые и перемятые рукописи Мандельштама, которые Надя назначала мне хранить. А Лева, с которым я переписывалась тогда и раньше, когда он был на фронте, был арестован. Письма, конечно, перлюстрировались, а у него было неприятностей больше, чем я знала. И у меня было недовольное лицо. Я сказала спасибо, но подумала, что меня все-таки нужно было спросить. Она ведь не знала, в какой я сейчас ситуации. У меня умер отец. Анна Андреевна спросила, что, вы недовольны? А Наде нет. Никакого письма я не могу написать. У меня эти рукописи в ужасном виде, у меня квартира в ужасном виде, и ничего нет, ни бумаги, ни лупы, чтобы их разглядеть, но я все-таки кое-как с ними вожусь и начинаю в них влюбляться, естественно. А Надя приезжает в начале лета, в июне 1946-го. Два года у меня эти рукописи лежат. Она приходит с важным видом, она мещанка страшная была. Я приехала за рукописями. Я отвечаю, какая в этом срочность, я над ними работаю. Она говорит, ну, тут целая очередь стоит, и дочь Ивича. Дочь Ивича тогда была подростком, насколько потом я выяснила. дайте рукописи. Я стал говорить, оставьте, и все такое. Потом я задумалась, что у меня очень сыро и течет со стен. Надя, у всех сыро, у всех течет. И она уехала на дачу, на свои деньги, которые у нее были. Она там очень хорошо устроилась при помощи поклоняющихся ей друзей, которых она потом оболгала, каждого из них, своих товарищей. А рукопись она взяла, тогда оставила. Потом выходит постановление, а я работаю над Блоковским Томом с Орловым в литературном наследстве, и, конечно, все обсуждают это постановление. Там не было помещения в редакции, где Орлов и Зильберштейн, высокое начальство, могли бы сидеть и обсуждать это великое событие отдельно. И все обсуждалось при всех, но я, как сотрудница, не могла вмешиваться. Они говорили, черти что! Зильберштейн говорил, что Лева Макашин говорил, что он мало знаком с Левой, но его хорошо знает его красавица-жена, поклонниками и любовниками, которой он очень гордился. А еще там был Плоткин, который говорил, что Зощенко такой, Зощенко вообще, и у Сталина личная неприязнь к его жанру. А при упоминании Ахматовой все опускали глаза. Как это? Что делать с Ахматовой? Все были в страшном напряжении, и я посоветовалась с Лидией Корнеевной Чуковской, с которой я тогда очень подружилась. Я говорю Лидии Корнеевне, что у меня рукописи Мандельштама, рукописи Гумилева, несколько автографов, ну и Ахматовой, это я Наде сказала. Она говорит, отдавайте. Я всегда, когда начинала быть тревожно, выносила все из дома, и Чуковский тоже выносили. Я вызвала Надю, мы с ней встретились на Суворовском бульваре, я ей говорю, рассказываю, да, и вернулся из СК Чуковский, а там обсуждалось положение культуры и сказал, что у него такое впечатление, что Ахматову либо уже арестовали, либо арестуют. А я ведь советовала с Лидией заранее, а тут, когда она это услышала от Корнея, она мне сразу звонит и говорит, что надо сделать то, что вы собирались. Так что я встретилась с Надей на бульваре уже с этими рукописями. Говорю, естественно, взволнованно, как все было и что говорил Орлов, потому что он был в курсе литературных дел. Я ей сказала, вы говорили, что у вас есть желающие, очень жаждущие получить эти рукописи, дайте им. Я же считала, что мне притворяться храброй после всего незачем и нечего мне красоваться. Я сказала, рукописи не могут быть у меня, это рискованно, их могут забрать, неизвестно, как будет. А насчет Левиных писем, слава богу, у меня все чисто, потому что мои родственники, всегда есть такие непричастные люди, взяли какие-то личные письма от Левы Ахматовой. Про Мандельштама они знали, что он автор такого опасного стихотворения, текста не знали, но знали направление этого. Что его уже нет в живых, никто не знал, поэтому я решила, что самое безопасное это держать у вдовы, которая все-таки не попала в это постановление и которую никто не арестовал, может быть, по недосмотру. В те времена не было недосмотра. Нет, был. Когда человек, назначенный на арест, уезжал, то за ним не гонялись, они могли взять другого, им важнее была статистика, чем название человека. И мы пошли с ней, с Надей, домой, к Евгению Яковлевичу, который вместе с женой был в Верие, и мы вошли в их пустую квартиру. А потом мы сидели, и она больше и больше злилась, потому что одно дело сказать, что стоит очередь, чтобы получить рукописи, а другое дело, в такой момент кому-то всучить эти рукописи, вообще удастся ли ей это. И она больше и больше злилась. При этом она страшно боялась, что если опоздает на самолет, бывает, что они вылетают раньше назначенного времени, она опоздает к началу учебного года в Бузе, где она работала по протекции местных поклонников, и тогда ее уволят. Поэтому она говорила так, «А у вас разве был когда-нибудь обыск?» Когда я поняла, что она имеет в виду, что, мол, в такое героическое время я испугалась, я молча встала, пошла к выходу. И пакет ей отдали. Отдала еще на бульваре. Она с ним сидит с этим пакетом. И куда ей его деть? А на самом деле она жила в комнате Евгения Яковлевича, и там его надо было оставить, что она и сделала. А потом она его предала Ивичу, но не все, часть всегда оставалась у Евгения Яковлевича, и это было самое безопасное место. Она останавливалась там. Осипа Емельича уже не было, это ее брат, хранить рукописи наиболее безопасно было там. Вот я пошла к выходу, а там был длинный большой коридор московского модернового шестиэтажного дома. Высокие потолки, коридор с такими поворотами. Она за мной идет с вытянутой шеей, и когда я открыла дверь, сказала ей, ну, Надя, я желаю вам не опоздать на самолет. После чего, я это недавно выяснила по письмам, она тогда не улетела, не было полета, и она еще несколько дней ждала поезда. За эти несколько дней она успела объехать моих друзей и рассказать, кем я оказалась, и что я пожелала ей при выходе, чтобы самолет разбился и чтобы она пошла к черту, что я ей этого пожелала, и что у нее есть чудовищные мои письма, где я писала такие фразы о Лине Самойловне Рудаковой, вдове Рудакова, и что при таком горе я написала, что без Сережи она ничто. А я писала в письме, что Лина говорила, что лучше Сережи никого нет, и мама ей чужая. Я очень удивлялась, когда же они собирали рукописи о смерти Андрея Белого, Надя одна была, без Осипа Эмильевича, там было какое-то недоконченное стихотворение замечательное. Кого-то привезли, какой-то Гоголь умер, не Гоголь, так себе писатель, Гоголек. Она сказала, что это я сожгла со страха целую рукопись, и она говорила, что после обыска подарила мне этот автограф, который лежал на полу. Все врет, конечно. еще только арестовали, он еще был жив, а на самом деле все было по-другому. Когда я действительно думала и беспокоилась, куда мне деть рукописи Мандельштама, Елена, моя подруга, сказала, дай моей маме, у нее все сохранится, это было в 1946 году, мой муж хранит у нее даже порнографию. Потом она вернулась через день другой и сказала, мама боится, она не может хранить Мандельштама, не из-за того, что он опальный, а потому, что у нее уже лежат рукописи еврейского мальчика, который был меньшевиком, сын ее подруги, потом еще что-то, что она боится назвать, еще какие-то свертки, так что она боится что-либо еще брать. Я Елене говорю, давай мне назад, она отвечает, да это я бросила в унитаз, все равно там ничего нельзя разобрать, и я тогда рассказала Наде об этом, она сказала, вот такие разбирают текстологи, а потом Надька писала, выбросила этот автограф, который я никогда в жизни не видела, естественно, он не печатался и не переписывался никогда, набросок, и тогда я сказала Лене, вот как было дело, она сказала, я, чтобы я выбросила в унитаз рукопись поэта, нет, этого не было никогда, но я все-таки написала об этом, пусть верит, кому хотят. То есть подруга предала, но как, и стала обожать Надежду Яковлевну, а Надежда Яковлевна передавала ей все байки, о любовных и сексуальных приключениях десятых годов, те самые, которые она мне рассказывала в двадцатых. И все-таки Анна Андреевна открыто не вступала в этот конфликт между Николаем Ивановичем и Надеждой Яковлевной, но это было невозможно. Николай Иванович мне с громадной болью рассказывал обо всей этой истории, все-таки он на Ахматову тоже был обижен, простить ей этого не мог, что она стояла между ними и была как бы объективной, что она выслушивала все гадости, которые Надежда Яковлевна рассказывала ей про него, что она осталась подругой Надежды Яковлевны и как бы поддерживала ее, а Николай Иванович остался один в этой раскладке, но вообще нет. Они всегда были вместе, у Николая Ивановича чага была чудовище, поэтому все это было испорчено. Но дело-то в том, что Надя, она великий провокатор, ведь она попрекала и Ахматова, и Пастернака. Они все думают одинаково о советской власти. Конечно, Модельштамм был безумный, что он выскочил, и остались живы. Для таких людей это есть такая загвоздка. И Надя на этом и играла. И она писала им письма. «Можете не ходить к прокурору. Из вас никто ничего не сделал для Модельштама». Сделали все, что можно было, но пожертвовать собой ради Модельштама. Пастернак гораздо позже рассказывал этой скульпторше, которой никто не верит, считает, что она все врет. Не знаю. В это я верю, потому что она сказала очень правдоподобную вещь, что они касались этого вопроса уже намного позже. И Пастернак сказал, что это было актом самоубийства, и он, Пастернак, не хочет в этом участвовать. А что за скульпторша? Масленникова. Какая-то была чокнутая. Так о ней говорили другие. Я ее не знала, но она темной такой фигурой считалась. Пастернак сказал, «Я не участвую в самоубийстве». «А почему?» «Надя и Осип хотели всех-всех затащить. Осип говорил так. «Я могу, меня сейчас казнят. А вы чего боитесь? Это же глупо думать, кто вас тронет. От кого вам спасаться?» Прямо не давали жить, это была истерия такая. «Мандельштам». Он от нее научился всему? Нет, сам. Вот есть у Лукницкого, например, запись невинная. В Крыму они там жили. Я пошел, куда-то он всегда ходил по делам, встретил Мандельштамов. Они в меня вцепились. У меня уже не было никаких дел. За целый день я ничего не сделал. Они его таскали с собой. Может быть, вы читали мое интервью с Николаем Ивановичем. Я его спрашиваю, кто великие поэты наши? Он отвечает, «Великие — это Маяковский и Хлебников, а Мандельштам и Пастернак гениальные, но не великие, потому что эпос нужен». Это была его точка зрения. Вы согласны с этим? Нет, не согласна. Я не такой знаток, чтобы так разделять и сказать это. Он имел в виду не только эпос, он говорил о силе зачинателей, что гений — это недостаточно, чтобы указать новый путь. Да, да, да. Не признавал акмеизм. Если бы постановление Жданова было написано не на крови того страшного времени, если бы никому не грозила опасность, если прочитать его, зная, что никто не погибнет и никто не пострадает, в этом можно найти свое зерно? Нет. Это многие сейчас думают. Если сравнить величину Ахматовой с уровнем ее современников, таких как Хлебников, Хлебников, Пастернак, Маяковский, Мандельштам, Заболоцкий, ну, я бы их не сравнивала. Я тоже не сравниваю, но когда она стала властительницей умов, она как бы явилась наследницей целого великого поколения. Она сама так считала, что она представляет все свое поколение, а лично себя она считала красавицей и полагала, что все в нее были влюблены. Дело ведь в том, что очень многие действительно были в нее влюблены. Вы говорите обо всех этих ленинградских мальчиках? Ой, не говорите о них. Ее присутствие и величие испортило целое ленинградское поколение. Их нельзя было испортить, они такими родились. У них не хватало таланта. Из-за этого они сгруппировались вокруг нее? Нет. Им повезло просто. Они назывались Ахматовские сироты. Но вы считаете, что из-за недостатка таланта они сбились около нее в кучу? А что произошло? Она осталась абсолютно одна. Потеряв все решительно между Ардовыми и Пуниными, когда все уже шло к смерти. Архив, авторские права. За это шла подспудная борьба. И очень хорошо придумала Нина Ардова. Она хороший человек, но открыто, практично в некоторых делах, наивно практично. Она говорила, не объясняясь нам, а мы не особенно знали, что интриги она понимает. Нина их приблизила, этих мальчиков. Это были Бродский и Найман. С Бродским у нее были прелестные отношения, очень хорошие, а с Найманом лишь отчасти. Но в него была влюблена не Анна Андреевна, а Нина Ардова. Я не могу об этом говорить, потому что дружу с ее сыном. Но мне по дамской почте донесли, как Толя сидел на коленях у Нины Антоновны, и они выпивали и острили. Я уверена, что это было один раз, такие эпизоды не повторялись. Ведь наследником должен был быть Лев Гумилев. Почему они делили наследство Анны Андреевны между собой? Не задавайте мне такие сложные вопросы. Но это была большая группа людей, которая так заполнила все пространство. Ну, мерзавцы, ну, ей-богу. Бродский для меня поэт совсем невеликий. А вы знаете, я говорила сейчас с Игорем Холиным, и он сказал, что есть поэты, которые правильно функционируют и принадлежат к литературной ситуации, академической поэтике. Это форма бессодержания, сделанные стихи, и называл для примера Брюсова-Бродского сабгира. А есть живая поэзия, как Евгений Кропивницкий, Сатуновский, Гробман, например. Ой, Холин, он у меня жил. Нас выселяли, и остался пустой дом, а мне не нашли комнаты. А Наденька мне же покровительствовала тогда. Надо спасать Эмму. Я боялась там оставаться одна, и они прислали вместе с Натальей Иванной Столяровой, сабгира и Холина. Холин был весь напичкан почему-то Верховским. На него очень влиял этот поэт, который ему объяснял, что Пушкин не русский поэт, что он поэт XVIII века, так было интереснее ему. А сабгир писал там свои штучки и был высокого мнения о себе. У него, как он думал, была слава, и я ему выговаривала, что он плохо относится к своей гражданской жене Кире Гуревич, теперь она сабгир. Там были такие эпизоды. Так они там устроили себе бардак в пустой квартире. Это было в больнице, где работал мой отец. И я жила там сорок лет. И вдруг все изменилось. Другие люди, другие слуги в больнице. Мальчишки шастали по подвалам, выкручивали лампочки. Холин и сабгир должны были меня сторожить. Я вызвала милицию. Я старая, я больная, я одна. А злой сабгир, почему вы вызвали милицию, Холин? Я детский писатель, я не могу гоняться за мальчишками. Потом они сговорились с администрацией, набросали мусор, осквернили комнаты, в которых умерла моя мать. Нет, я не люблю Холина, его стихи. Но тот же Холин сказал про Брюсова, Бродского, сабгира, что они знают форму поэзии, но не чувствуют самой поэзии. Нет личного момента поэзии. Совершенно верно. Мне кажется, что Бродский такой поэт, поэт формы. Его Николай Иванович никогда не признавал. Еще когда у него были первые стихи, он говорил, «Рифмы стучат», а потом длинные очень стихи. А Надька писала, «Ну, если запишет что-нибудь Эмма, нельзя верить ни одному ее слову. Она не может все не перепутать». А где она писала? Во второй своей книге, которая переиздается даже сейчас. Я эту книгу читала с немыслимым раздражением. А они ей во всем верят. Им в голову не приходит, что не я про нее плохо писала, а она про меня. Это ИТР. Новая литературная публика давно ждала, чтобы появилось то, что вы написали. Всеобщее ожидание в воздухе. Теперь нужно написать про Ахматовскую компанию, приблизиться к Бродскому. Эта компания ничего собой не представляла. Компания заключалась в том, что Анна Андреевна не умерла еще и держалась за то, что само шло в руки. И больше ничего. Вот они пришли, вот они брали кресло и катали ее по искусственному катку в Комарове. И так далее, так далее. А про Толю она действительно говорила, что он похож на Модельяне. Я его считала смазливым, а не красивым. Но тем не менее, когда меня спрашивали, как я отношусь к Найману, до этих его выпадов теперь, я отвечала, за глаза очень плохо, когда я его вижу хорошо. Он молчален. Раневская называла его еврейский молчален, понимаете? Он умеет подходить. Я тут с ними гуляла, и было приятно. Обращение было самое милое. У него есть обаяние. Мы сейчас встречались с ним в Иерусалиме. Он христианин. Да, как же. И тот приехал в Иерусалим и обнаружил, что евреи действительно существуют. Стена плача, хасиды ходят. И он немножко растерялся. А может, он искал другой платформы. Его здесь засмеяли с его этим романом. Он погорел. Но не у всех. Он погорел, но прославился. А это важнее. Но теперь стал сентиментален и пошел. Я отношусь к нему очень небрежно. Они все испортили, очень много этой своей назойливостью. Но вместе с тем Анна Андреевна очень хорошо сознавала, что им она нужна. А Пунина ее бросили. Все обирали. У нее не было выхода. И с Ардовым испортились отношения, с ним лично, с Виктором Ефимовичем. И вообще слишком много людей было во всем замешано. Мне нужно писать об Ахматовой. Это дело серьезное. Когда вы пишете об Ахматовой, вы ее реабилитируете. Ахматова всем надоело. Я все понимаю и все знаю. И то, как вы пишете Ахматова, Мандельштам, Лева. Мне тоже надоело Ахматова. Но после вашей книги я гораздо более осторожно отношусь ко всему этому. Вы читали статью Жалковского? Конечно, читала. Он моден стал. У него все это разложено, как пасьянс. Он такой типичный еврей. Знает, что выжить для этого надо быть всегда на виду. Он печатается всюду и всегда, чтобы никогда о нем не забывали. По отношению к Ахматовой это жалкий мещанин. Он относится к ней, как к отставной голливудской актрисе, которая капризничает, задирает нос. Он издевается над другими людьми. Про меня пишет. «Будто я, бедняжка, не понимаю, что я для Анны Андреевны горничная. Мне придется даже еще написать, если смогу, об истории наших взаимоотношений. После того, как ваши мемуары вышли в свет, вам уже не грозят нападки, так как там четко прослеживается иерархия взаимоотношений в вашей среде. Пускай пишут, что хотят». Нет, история литературы не так делается. Книги забываются. Сейчас она в центре внимания. Пройдет 10 лет, все забудут, будут какие-то другие книги. А потом кто-то выцерпает это и скажет. «Боже мой, как вы не понимали, как мы с ней носились, кто-нибудь такой, как Ерофеев, не Венечка, а второй, новый?» И скажут. «Она такая же, как эти, которые таскали к ней боржом, а она капризничала. Она даже не замечала, как ею понукали. Это оставлять нельзя, все нужно опровергнуть. Человек, который будет на стороне Жалковского, таким и останется, но все-таки есть очень интересное опровержение, потому что у меня мемуарный кладезь. У меня столько сюжетов, происшедшего на целую книгу. Не знаю, как ее назвать. Может, штрихи? Я думаю, что это не лучшее название, потому что все, что будет в книге, будет иметь самостоятельное значение. Вы еще много там скажете, и жалко ее привязывать названием к предыдущей книге. Так придумайте название. Сейчас мне тяжело работать, и законы природы начинают на меня действовать. Вы знаете, что у евреев срок жизни 120 лет, и друг другу все желают жить до 120 лет. Ну, может быть, только кто меня будет читать, уже будут другие люди. А что, вас читали 30 лет и сейчас читают? Нельзя жаловаться на время. Да, но Жалковский такой мещанин, такой мещанин. Ничего не увидел. Это Ахматова-то капризная барыня. О ком он говорит? Это остатки структурализма, остатки Тартусской школы. Я их терпеть не могу. Во-первых, это школа компартивистов. Это оттуда. Это оттуда. Ничего подобного. Вы в своей книге написали, что обо всем можно говорить просто по-человечески. Это очень важное высказывание на фоне общего птичьего языка сегодняшней литературы и литературы ведения. Кто возьмет на себя смелость разрешить ясное говорение в наши такие умные ученые времена? Это так сложилось. Они набросились интеллектуально, воображения никакого. Эмма, вернемся к Николаю Ивановичу. Николай Иванович был очень умен и очень уклончив, и очень хороший дипломат. Он очень много рассказывал, как он увертывался, еще пристали, не его вызывали, и он очень смешно себя вел. Его ни разу не взяли, а вызывали как свидетеля говорить о ком-то, я не знаю о ком. Как-то его вызвали, он не снимал пальто, было жарко, он хотел им показать, что он не испугался и не принес с собой тюремного узелка, и в карманах пальто ничего нет. Это он мне рассказывал с большим восторгом. Он был человеком исключительным и обаятельным, и некоторые его очень отличали. Какой-то человек хотел оказать ему покровительство, но Николай Иванович пошел, как все, в ополчение. Как бывший одессит, он умел чистить картошку кружочком, и выходила одна линия с невероятной быстротой по-одесски. Однажды надо было всем сбежать с холма довольно высокого, быстро перебежать, там учения были, а он не смог бежать, во-первых, он толстоват, во-вторых, у него был невроз сердца. Что он сделал? Он вцепился в шею какого-то солдата, повис у него на спине. Тот брыкался, хотел его скинуть, но он, как волкодав, вцепился в него, и тот его снес. Потом, уже гораздо позже, он рассказал мне об этом, но там был какой-то врач, который влюбился в Харджиево, и сказал ему, знаете, да воюют уже без вас, и устроил его в психиатрическое отделение. Потом над ним это висело, что он был в психбольнице. До войны это все-таки была совсем другая эпоха. Он уже бывал в психбольнице, но тогда это вменялось ему в геройство, и Анна Андреевна очень на этом играла, что он такой замечательный человек, что он сам однажды вошел в психбольницу и просил его от чего-то излечить. И когда у него была грандиозная ссора со Шкловским, Анна Андреевна говорила, что в этой ссоре она партии Харджиева, что если человек сам пошел в психбольницу, Шкловский должен был его жалеть, не доводить до белого коленя. Но кто кого довел до белого коленя, это еще большой вопрос. Там было такое нагромождение, которое требует специального рассказа. А потом я узнала от Козового, что их семью Николая Ивановича бросил отец, и он потому ненавидел отца. И скрывал свое происхождение, никому не говорил, что он полуармянин, полугрек. Нет, говорил, я это знала. А однажды приходит женщина, и я была уверена, что это мать Николая Ивановича, а потом выяснилась сестра. Он был окружен семьей, он их презирал. Не этого брата, нет, у него была жена Симочка, и он по телефону с ней говорил заискивающе, потому что мать там жила. Он был так привязан ко мне. Потом, когда мы делали с ними Лермонтовскую выставку, я же делала ее с его друзьями, с Суэтиным и Рождественским, он ходил к нам все время. Так ему было интересно. Там была я, и все было хорошо, и все видели, что Хаджиев со мной все время. И мне сказали, слушай, что ты делаешь, немцы около Москвы, пусть он тебя в эвакуацию возьмет. И на меня это подействовало. Я ему сказал, и он ответил, да, но, к сожалению, этим воспользовалась другая женщина, Сима Нарбут. Он обвенчался с ней и повез ее как свою жену. А как вы уехали? Я никуда не уехала, я была здесь. То есть не пустили вас в высшее сословие? Боже, храни, никогда. А потом там подавали документы, чтобы утвердили старшими научными сотрудниками, так мои потерялись. Я была в ужасном положении и очень долго. А когда взялась помогать Льву, испугалась. Анна Андреевна заболела, ее положили в больницу. А она больше четырех месяцев боялась отсутствовать в Ленинграде, чтобы не выписали. В СССР ты можешь отсутствовать по месту своей прописки четыре месяца, за этим не очень следили. Но она всегда, чтобы не нарушать, возвращалась в Ленинград. И тут приходит врач. Артовы были такие, которые дружат с персоналом. Поликлиника им не нравилась, но у них были прекрасные отношения с районным врачом. И он ходил к Ахматовой, у которой не было прописки. И врач сказал, что у Анны Андреевны прединфарктное состояние и надо лечь в больницу. Представляете себе состояние Ахматовой? Ее могут вышвырнуть, спросить о прописке, и она всего боится. Постановление Жданова читается по школам, по больницам, по учреждениям на политических средах. Каждый человек может на нее донести. Могут воспользоваться таким законом. А тут она заболела и попала в больницу, и я спрашиваю у Ники Глен, что же будет, надо по очереди посылать посылки Льву. Но раз уж я сказала, я должна была начать. А Анна Андреевна очень боялась своей бесправности в Москве, между тем, к ней очень хорошо относился Сурков. Он любил ее, как поэта. Он бы, конечно, не пожертвовал ничем в своей карьере, но все-таки старался для нее. И он ей дал три тысячи рублей, которые выдавал Литфонд всем писателям на болезнь. И у нее было чувство облегчения. Все-таки начальник выдает на болезнь три тысячи рублей. Она понимает, что может быть после постановления. Лежит она в палате на шесть человек, никаких привилегий, в городской больнице. Вдруг приходит к ней Ира Баталова, которую Нина Антоновна послала, первая жена Алеши. И, как рассказывала мне Анна Андреевна, стукнула на стол боржом и говорит, что Нина Антоновна сказала отдать ей эти деньги. Анна Андреевна страшно испугалась. Значит, Сурков дал ей свои деньги? Я получаю личную милость? Значит, никаких прав нет и могут выгнать из Москвы? И что это значит? Она испугалась, просила меня немедленно приехать и рассказала мне это. Там же, при соседках, совсем чужих. Я это описала, но не описала, в чем дело. У меня была очень тяжелая миссия поговорить с Ниной Ардовой, которой я совсем не была близка, у нее было много такого, чего мы не принимали вместе с Надей. Такие советские писатели были. Эстеблишмент? Да-да-да-да. Но мне удалось. Я сказала Нине, что девочек нельзя посылать к ней, она бедно испугалась. Очень деликатно я это сказала. Нина объяснила, что она просто просила денег, у них нет на обед, что она их будет держать под подушкой, когда у нас нечего есть. Но Сурков выдал эти деньги из литфонда на болезнь? Ну, конечно. Что, ему трудно было дать? Он мог согласовать в ЦК, но она очень испугалась, поэтому меня вызвало в неурочное время. А Жалковские ехидствуют надо мной, что я даже не понимала, как со мной обращаются. Если тебе звонит подруга из больницы и срочно просит приехать, ты едешь, а дурак Жалковский строит на этом свой образ. На это надо ответить. Из-за этого я вам и рассказываю, чтобы описать всю полную картину, как на самом деле она дрожала и как она на самом деле держала себя в руках. Там в больнице лежала бабушка Олеси Николаевой, такая поэтесса, христианская, русская и талантливая. Она была женой или вдовой редактора «Известий», коммунистка такая. Когда кто-нибудь приходил к Анне Андреевне, эта бабушка сразу говорила «Дайте мне судно», именно из-за того, что пришел человек. Напряженнейшая там была обстановка. Всякое там было. Там много людей бывало. Сами могут рассказать. Жалковский дает по отношению ко мне абсолютно неправильный комментарий. Это подтасовка различных фактов. И он человек уже нового времени, хотя ему не двадцать. Шестьдесят два. Но он пытается переделать это старое время и перенести на новую ситуацию. Эти новые историки, которые думают, что все происходило в сегодняшних условиях и пониманиях. Я познакомилась с Козовым, который страшно любил Николая Ивановича. Лидия Васильевна его терпеть не могла. Это не так. Вы застали их в другой момент. Нет, я застала их в тот момент, когда они оба ругали Козового, потому что вы знаете, в те времена думали, что возможности человека, живущего за рубежом, безграничны. И Харджиев с Лидией Васильевной дали ему какие-то вещи. В частности, они дали ему Митрохина, которого Николай Иванович никогда не ценил. И Козовой обещал их с кем-то связать и устроить какие-то выставки. А что мог сделать эмигрант Козовой? Он ничего не сделал. И из-за этого они его ругали. Да, необязательных людей они ненавидели. Она вообще считала Козового шпионом, кем угодно. А Николай Иванович говорил, мне же надо с кем-то беседовать, я могу говорить только с ним. Она однажды явилась с палкой, чтобы выгнать палкой Козового. Они встречались уже в Амстердаме. Козовой к ним приезжал. Я это все знаю, потому что я виделась с Козовым, до этого я его не знала, а сейчас мы встретились, и он мне говорил, что он не мог разговаривать с Лидией Васильевной, и она мешала ему общаться с Харджиевым. А для Николая Ивановича эти разговоры, это была такая отдушина. Да, это был единственный способ его жизни, разговоры с малым количеством людей. Вы говорили, что Лидия Васильевна в нем растворилась. Нет, она его оседлала. Вы же знаете, что Николай Иванович был человеком невероятной силы и хитрости, и что такое около него Лидия Васильевна? Ой, что вы, я знаю. Конечно, познакомились мы с Лидией Васильевной через Николая Ивановича, и друзья мы были его. Она раскручивала то, что он ей бросал. Ее агрессия была задана его агрессией. Все так, но там были свои фатальные причины. А какие причины? Я не могу вам сказать об этом. Вы не знаете именно, что я все знаю. И даже не знаю, но я догадываюсь. Какие-то личные, сексуальные, сексуальные. Он был человек с причудами. У него был приятель Роик, ученик Малевича, художник, который предал это искусство, женился на врачихе. Врачиха лечил Николая Ивановича, подавала советы. Роик служил харджиеву, обожая. Ему служил. Когда он жил на Кропоткинской, один, до Лидии Васильевны, у него совершенно сгнили рамы окна. Я ему говорю, что сейчас совершенно легко это починить. Я, например, сама заказываю в Заре, и они мне заклеивают, все делают. Нет, ни в коем случае. Роик, он мне делает. Это был избранный человек, потому что он все-таки был ученик Малевича. И потом Роик написал картину, как в клетке какой-то сидит, сжимая кулаки, Николай Иванович. Она воспроизведена в двухтомнике Харджиева. Потом эта картина исчезла. Она была у Николая Ивановича, я ее видела. Но это уже другая история. Как они меняли квартиру, и у него исчезли картины, когда они переезжали с Кропоткинской напротив цирка. Это была целая эпопея. Там исчезли картины. Я боялась... Нельзя спрашивать. Я была уверена, что он их отдал вот этому шведу, Янгфельду, который девять лет его обхаживал. Но как? А потом Николай Иванович обвинил его в том, что он якобы унес у него целую коллекцию и воспользовался его материалами. Дело в том, что Янгфельд издал книгу. Харджиева? Нет, свою. А об авангарде он все знал. О, ужас! Нож в сердце! Якобсон написал ему предисловие. Якобсон, который считал, что это кража века, и написал ему предисловие. Он чуть не умер. Николай Иванович. Это действительно страшное предательство. Потом вскоре Якобсон умер. И к Николаю Ивановичу приехала его вдова разговаривать. Я ему говорю, как же так? А Харджиев сделал руками отстраняющий жест. Вдова у него была несколько раз, и Николай Иванович что-то простил Якобсону. А раньше было так. Якобсон едет в Великий Новгород. Ему подают машину, и он берет с собой Харджиева. И вообще, первое лицо для каждого из них это Николай Иванович. Вдруг оказывается, что другие первые лица. Вдруг он увидел, что Роек пошляк, и что он подкалим, Рождественский и Суетин, особенно Рождественский, тоже пошляки, и что у него нет ничего общего с Рождественским. Сначала они еще гуляли вместе, они жили очень близко, а потом совсем нет. А Роек подхалимничал перед Рождественским. В общем, он остается без людей. Круг распадается, затем остаются вдовы. Ну, что такое вдова? У них есть картины. Эндора у одной, Малевича, Матюшина, другой, и была еще одна. И к ним подбирается Жадова. Ну, это же темная личность. А что такое Симонов, разведчик? И всякие пошлые люди соблазняют этих вдов изменить Харджиеву, потому что он требует от них твердости, стойкости, и он остается один. Они его все предают. Это 70-е годы? Это уже 70-е годы. Потом он все-таки написал об Эндоре что-то хорошее. Когда Николай Иванович умер, здесь напечатали. Но то, что выходило за рубежом, я этого уже не видела. Харджиев это все скрывал. В Швеции у него вышла в 70-х книга. Этого я уже не видела. Почему он скрывал? Это было в его характере. Но вы были близким ему человеком? Да, я ему была очень близка, но оказалось, и тут все-таки эмоция была нехорошая. Вы знакомы с Володей Глоцаром? Я из Глоцаровского хидера. Был такой литературный кружок в библиотеке Чехова. Я туда ходила. Вообще он хороший человек. Да, конечно. Так вот, Глоцар писал про меня для литературной энциклопедии заметку, которая занимала там всего полпараграфа. И писал он ее целый год. Он написал, что у меня есть открытие, написал основные мои черты. И вдруг Николай Иванович пришел в бешенство. Так не пишут в академических словарях. Ничего не нужно. Это справочное издание. То есть, ревновал безумно. Да, я была поражена. Он должен был бы радоваться. Вместо этого позавидовал. А потом он мне сам говорил, почему-то к вам все относились как к чему-то низшему. Я не доросла, значит, ни до Харджиева, ни до Надьки. Вот они все такие. А я, ну что ж, без меня нельзя, потому что у него бывали жуткие состояния. Но тогда, как он был красноречив, как он меня уговаривал, чтобы я к нему приехала на другой конец Москвы. Вы знаете мою надменность, вы знаете мое высокомерие, я вас умоляю. У него тоска была, такой невроз. Надо было к нему ехать, он не мог без этого. Но сознаться, что я ему нужна очень, ни за что, никогда. И однажды он мне сам сказал, я думал, почему все так к вам относятся. А я была скромна, между нами говоря. Видно по книге, что вы единственный нормальный человек среди них. Даже по фотографии видно, когда я снималась вместе с Анной Андреевной и Надькой. Там есть такая группа. Так они гранддамы и ведьмы. Я-то знала, что они ведьмы. Эмма, у Николая Ивановича все-таки были святые. Хлебников, Малевич, Ларионов. Он мне говорил о первой тройке русской, Малевиче, Татлине, Ларионове. А Ахматова была у него на положении святой. Он был в нее влюблен. Так и был в нее влюблен всю жизнь. Мне всегда казалось, что это было игрой их жизни. Но когда появилась Надежда Якольна, это уже перестало быть игрой. Но с какой злобой он обо всем этом мне говорил, об их отношениях. Он имел все права. Абсолютно был прав. У нее, Надежда Якольная, самая потрясающая черта. Я не понимаю, откуда это у нее подлость. Самая обыкновенная вульгарная подлость. Теперь вот так. Я выпустила книгу в Париже. Она перепечатана в первой части моей сегодняшней книги. Но сейчас там исправлено много опечаток и ошибок. Действительно, у меня были недопустимые ошибки. Хорошо, что у нас читатель мало на что обращает внимание. Но Николай Иванович все это заметил. Он мог мне написать, что вы за бред пишете. Назвали такого-то, так-то, вместо Аксенова, Оксенов. Я в этом не разбиралась, но кое-что сама поняла. Он выдумал себе Бабаева. Он с ним дружил. Это был почти последний собеседник. Бабаев, это был мальчик в Ташкенте. Ему было 14, когда там появилась вся военная эвакуация. Ахматова, Надежда Мандельштам, они его приветили. И потом он оставался их человеком. За это время он кончил университет и работал все время в МГУ на факультете журналистики и только недавно умер, в 70 лет от сердечного приступа. Николай Иванович его избрал, так как ему было неудобно печатать письма Ахматовой к нему. А вот пусть Бабаев напечатает. Это публикация в вопросах литературы, хорошая публикация. Кстати, о том, что они встретили Леву Гумилева в поезде, написал сам Харджиев очень хорошо. Он вообще хорошо писал. Так Николай Иванович с Бабаевым прислал мне письмо запечатанное, что он считал абсолютно неприличным. Это были уроки Ахматовой, что нельзя давать запечатанным письмо для передачи, а тот, с кем передают, должен его сам запечатать, не читая. Считается, что нужно делать так. И Николай Иванович знал, как нужно, но не пожелал, а запечатал письмо и попросил Бабаева мне его передать. Такое ругательное письмо насчет моей книги. Это давно было. Книга вышла в 1986 году, была очень замолчена, а я ее стеснялась из-за Николая Ивановича. Может, плохая? Ошибки там были, действительно. А он меня, значит, тоже проклял. И вот, когда недавно я встретилась с Козовым, после того, как Козовой был у Николая Ивановича в Амстердаме, уже после его гибели, о Козовом, я знала только, что его, по мнению Чаги, надо выгонять из дома, он мне сказал, но подумать только, если Николай Иванович уже Эму проклял, то куда же еще? Он не должен был даже знать обо мне, а я о нем не знала, то есть только слышала историю о палке, которой надо было его выгонять, а Козовой больше ничего сказать не мог. Он ведь мужчина. Я потом у него спрашиваю, а что же говорил Николай Иванович обо мне? Он говорит, доброжелательно. Но что мужчина вообще может рассказать? Мы говорили с Николаем Ивановичем только об искусстве и культуре, ничего про жизнь, но он был немыслимо озлоблен. Он не назвал ни одного человека в положительной коннотации. Ни об одном человеке не сказал хорошо. Из-за этого он уехал, из-за этого он погиб. Несмотря на свою слабость, он был очень крепким человеком. На минимуме можно очень долго жить. Если бы он не уехал, он бы еще жил. Да, это ужасная история, что он умер так. Я не могу себе представить, что мы тогда в Амстердаме не вызвали полицию. Они позвонили нам в Кёльн, жаловали, что находятся в ужасном положении и просили приехать. Мы приехали по их просьбе из другого города, из другой страны. Звоним, стучим, и нам не открывают. Нам было это очень подозрительно. Но, зная их, мы подумали, что Николай Иванович и Лидия Васильевна затаились. У них против нас возникла какая-то беспричинная паранойя, и это какие-то инсинуации с их стороны. Мы же знали, что Николай Иванович может придумать все, что хочешь, и Лидия Васильевна тоже. И вместо того, чтобы пойти в полицию и сказать, что что-то не в порядке, мы, зная их, не поверили сами себе, хотя это все пахло очень нехорошо. Может быть, если бы мы обратились тогда в полицию, мы бы могли спасти их от страшной гибели. А как она умерла, этого никто не знает. Говорят, что она свалилась с лестницы. Правда, она, помните, здесь разбила руку, она падала. Еще бы я не помнила. Она еще выдумывала. Причем, самое поразительное, из выдуманных историй, которые повторял Николай Иванович, у них не было лифта одно время на Кропоткинской, вход был через чужой дом, и наверху над ними жили, по их мнению, бандиты, а рядом находился райком партии. Так эти бандиты отравляли им жизнь, и то, что Харджиев рассказывал, было абсолютно патологично. История такая, что Лидия Васильевна спускалась с лестницы, а они хотели ее убить, бросая балки в пролет лестницы. Причем, балка не могла задеть ее, она в пролет попадала. Это могло быть и не быть, но меня поразило, что она ведь именно с лестницы упала. Я видела этот дом, там три этажа, и все состоит из лестниц. Надо было выбрать такое. Эмма, вы еврейка, и Мандельштам, и Надежда Яковлевна, это тоже еврейский круг. В отличие от нас, возникших из грязи советских 40-х, 50-х, перед нами было все вытоптано, все высидели в своих углах, а мы учились в советских школах. Мы не знали, что такое еврейство. Мы самообразовались и сами себя воспитали абсолютно на пустом месте. Вы же из чего-то происходите, еврейство семьи, традиция, а потом еврейское общество. Ну, не совсем, но близко к тому, о чем вы говорите. И вы никогда себя не связывали с этим, знаете, есть такая затасканная строка кнута «Еврейско-русский воздух». Нет, слава богу, нет. Ну, есть же такое еврейское включение, как вы пишете, как вы ходите. Посмотрите, на последующей Ахматовой они все тоже евреи. Ее за это третировали. Она вообще любила евреев. Это специальная тема, и, может, мне удастся об этом написать. Или то, что пишет Лев Гумилев, такое жуткое отрицание еврейской энергии. Ну, он антисемит. Ну, если есть что-то анти, должно что-то существовать. Такое мощное культурное влияние еврейского темперамента, сам Мандельштам, Надежда Яковлевна, вы, которая все понимала и принимала, вы жили, любили своих друзей, вы оказались в состоянии их судить, вы сохранили чистое сознание. Ахматова превратилась в гранд-даму. Ни во что она не превратилась. Это все выдумки. Ее так поставили, она этим пользовалась. Больше ничего. А ее так называемая внучка была дикой стерва, и они ее эксплуатировали и бросали на чужих людей. А вот она и не пропала, вот они все здесь. Бродский ее очень любил. Тогда еще не критиковал, не сравнивал Цветаеву с Ахматовой. Я считаю, что эта фигура абсолютно неравноценная. Насколько Ахматова все-таки потрясающая поэтесса, Цветаева тоже хорошая поэтесса, но она графоманка. В русской поэзии даже пятая ступень тоже очень хорошая. Русское графоманство тоже очень хорошее. Ну, конечно, она очень сильный поэт. Ее же отрицал, в конце концов, Мандельштам, и он говорил, что она не умеет писать народные русские стихи, что она неправильно с этим обходится, по свидетельству Липкина. Эмма, вы живете на пенсию? Нет, на две. Литературка выдвинула меня на президентскую пенсию. Это роскошь по нашим сейчас средствам. А я получаю в десятикратном размере от самой маленькой пенсии. Кроме того, я продала свою квартиру. После моей смерти они ее получат. И они мне платят помесячно. Один раз я это уже сделала, и они меня надули. Целый год я не получала ничего. И они не хотели расторгать. Думали, помрет скоро и ком-то будет наша. Когда я приехала к Николаю Ивановичу, они жили страшно. Они сидели на невероятных сокровищах и жили в страшной убогости и в грязи, потому что боялись за сокровища. И эта идея отъезда и возникла от этой жуткой нищеты. Они хотели жить нормально. Самые ужасные для меня времена это было начало пятидесятых, конец сороковых, борьба с космополитизмом. «Меня отовсюду выгнали, все зависло в воздухе, а евреи пали уже настолько, что Зильберштейн побоялся дать мне справку. Он меня выгнал из литнаследства, по интриге одной любовной, и давал мне каждый год справку. И я кем-то числилась. А последний раз, когда уже было известно, что евреев будут просто выселять, он сказал, «Я не могу вам дать справку, я боюсь». Я удивлялась, как я буду жить, даже не имея такой справки. А мне объяснял Фейнберг, мой соученик, блестящий пушкинист, что ничего уже не важно, он знает, что строятся лагеря для евреев. Надя свела меня тогда со своим братом, Евгением Яковлевичем Хазиным. Мы говорили о нашем плачевном положении, его тоже отовсюду погнали. Мне написали рекомендательные письма, на которые никто не обращал внимания, в которых говорилось о моих заслугах. Работа о Лермонтове, кружке 16, о котором была известна только одна фраза. Я многое нашла, у меня были открытия. Прочитав рекомендации, Евгений Яковлевич, мой сдержанный брат, как звала его, Надежда Яковлевна, стукнул рукой по столу и сказал, у меня тоже есть заслуги. Я была поражена. У нас в семье было много детей, два брата и сестра. Надо мной всегда издевались, говорили, что у меня некрасивый нос. Я привыкла к этому, что на меня все махнули рукой. Она ни на что не способна, из нее ничего не выйдет. И правда, я никогда не могла служить. Но все-таки заслуги были. А потом на Евгения Яковлевича обрушился потолок. Все обвиняли его жену, что она послала его поставить таз под текущий потолок. И он упал. Там все сгнило. Провалилась балка. Он упал и с тех пор стал инвалидом и получал пенсию от дома управления. Очень этого стеснялся. Это скрывалось. И вот однажды он лежал в больнице, и меня изволили впустить. Елена Михайловна, жена его, сидела тут же, и они говорили друг с другом таким дурацким тоном, что я не могла там сидеть. Они флиртовали, что он ревнует ее, а она ревнует его, невыносимо для меня совершенно. И не давала мне с ним разговаривать. И тогда он опять мне говорил. А Фадеев сказал, что я талантлив. Боже, как меня это ранило. А я об этом совсем не думала, талантлива я или нет. А вот что есть заслуги, это я знала. Меня обкрадывали, сокращали. Надежда Яковлевна писала свою книгу, которая сделала эпоху. Да, сделала эпоху. Это важнее, чем оттепель Эренбурга, гораздо более высокий уровень. И Мандельштам, и вся ситуация. Почему вы более 20 лет молчали? Почему именно сейчас напечатали? Не смогла. У меня были свои причины. У меня был стимул личный. Так бы я не смогла. И еще во мне произошла перемена. Меня очень раздражил Лев Гумилев своими ужасными книгами. Но вы знаете, вы его каким-то образом реабилитируете в своих мемуарах. Я ужасно к нему относилась. С громадным трудом заставила себя прочитать то, что он написал. Он меня раздражал. После ваших мемуаров стало к нему относиться на человеческом уровне гораздо лучше. Я очень рада, это очень хорошо. Но слушать его по телевидению я не могла. Это немыслимо, что он говорил. И все-таки я очень дорожу тем, что он охотно надписал мне последнюю книгу. Надписал милой Эмме. Все-таки я осталась для него милой Эммой. Он должен был вам памятник поставить. Вы его по-человечески реабилитировали. Я больше того сделала. Я его спасла. Он бы умер, если бы я его не пестовала. Но они не понимали тогда, что я это делала не только для Левы, но и для Анны Андреевны. Это ясно совершенно из этой книги. А вот есть такие дураки, которые написали бедная Эмма, которая всю жизнь страдала от неразделенной любви. Какая это все пошлость. А ведь автор считается у них замечательным рецензентом. Но и Ахматову вы показали совсем по-новому. Но об этом я еще напишу. Анна Андреевна пользовалась тем, что ей было дано. Она писала презрительно про эмиграцию, была высокомерна к своим братьям, в общем-то, Георгию Иванову, Адамовичу, была высокомерна. Да они ничего не стоили. Иванов такие воспоминания глупые написал. Но стихи у него есть хорошие. Она это признавала. Вот что такое Ахматова. Николай Иванович слушать о нем не хотела. Она говорила, у него есть. В последних стихах есть. Поэзию она не сдавала. Это сложно. Ахматова. Но мне есть что сказать. Это важно сказать. Воздвигся культ Ахматовой. Хотела она этого или не хотела. Это сделали Надежда Якульна или Мандерштам. Вы или Харджиев или кто-то другой. И она сама. Но вокруг нее создался круг людей, которые омертвляют русскую поэзию. Это падение. Что они делают? И все они с палкой Ахматовой. Они бегут и убивают русскую поэзию. Ну, это дураки. И она прекрасно знала им цену. Правда, кто ли на ему, но она была неравнодушна. Ну, конечно, он красивый был. Абсолютно некрасивый. Он смазливый. И он сидел на коленях у женщин. И старшая женщина была вовсе не Анна Андреевна, Нина Антоновна, мать Ардовых. Он сам это знает. Но написать об этом я не могу. А как вы относитесь к Бродскому? Как к поэту, никак. Я на него не реагирую. Жуков. Вот единственное, что мне нравится. И в прозе полторы комнаты. Я просила Рейна об этом сказать Бродскому. Но в 60-е годы консенсус был относительно не Бродского, а Станислава Красавицкого. Я знаю только фамилию. Куда он делся? Он ушел в религию и перестал писать. Сейчас он священник русской зарубежной церкви, пишет какие-то просветленные стихи. В них все еще чувствуется сила классического Красавицкого 50-х, 60-х годов. Как Аверинцев он стал писать богословские стихи. Так придать культуру. Он же великолепно мыслил, великолепно писал. Но у меня в последние 10 лет был очень большой толчок. У меня был интерес. И я выпустила эту книгу. Это очень важно. И произошло это на фоне всех ревизий конца века. Вы оказались тем человеком, который мог сказать это слово. Тут имело место личное. Невозможно писать в пустом пространстве. Январь 1999 года. Москва. Заметы сердца. Журнал «Знамя» 2002, номер 1. Первое. «Спасибо, мужики», сказал человек, выйдя из камеры, где он боролся в одиночку с внезапно возникшей ситуацией, приведшей к чернобыльской катастрофе. Он благодарил друзей, которые, не боясь возможного излучения, ждали его у выхода из адской камеры. Второе. Не оглядывайся. «Не оглядывайся», попросил умирающий человек. Он сказал это на прощании своей жене, когда узнал, что известный полярный исследователь Папанин прислал за их семьей самолет. Он не хотел, чтобы она видела его отчаяние. Впоследствии, когда дети его выросли, один из сыновей написал свои воспоминания об этом времени, он не упомянул то ли по забывчивости, то ли по непониманию об этой душераздирающей сцене. Третье. «Так я вас никогда не увижу», воскликнула я, пораженная. Ответ его был лопедарен. «Я стар». Вместо себя живого он прислал мне свою современную фотографию. Виски его действительно посидели. То, что я сама была седая и старая, игнорировалось в его общении со мной. Я хотела его видеть, потому что последние десять лет моей жизни он озарил своим заочным присутствием. Мы с ним переписывались, но большинство его ответов звучали в эфире, а не на бумаге. Он был ведущим в программе «Радио Свобода». На коленях у него сидел маленький внук. Он так хорошо себя чувствовал в этом пространстве, что я даже не заметил обнимающие его и поддерживающие руки деда. Взгляд ребенка выражал глубокое доверие к родному, своему, старшему мужчине. Я не побоюсь даже слова «нежность», чтобы как-то назвать этот взгляд внука к деду. Подобный взгляд младшего к старшему мужчине мне случилось уже видеть в кинохронике о награждении Ордена Почетного Легиона летчика Сопротивления. Потом говорили, что эта поездка Деголе в Квебек была политической ошибкой, но я в данном случае не вдаюсь в политику, а взгляды младшего к старшему мужчине остались в памяти моего сердца. Четвертое. Моя сестра Вера отходила не как умирающая, а как уезжающая. Она махала нам обеими руками сверху вниз, как будто мы провожали увозящий ее куда-то поезд, как будто она уезжала куда-то далеко. Вот этот прощальный жест оставил в нас необычайно радостное впечатление. А когда я взглянула в глаза ее сиделки, ухаживавшей за Верой постоянно, я почувствовала, что она не родная нам, при всем ее участии к умирающей. Сестра уже видела все в тумане, но я знала, что она прощается со своим сыном Алешей и со мной. Пятое. У Ахматовой было два языка. Один для общества острословие, которое трудно было парировать, а другой свой интимный. Из этого второго языка мне врезалось в память главное слово «трепанное». Им Ахматов выражал любовную страсть. Когда героиня в три часа ночи врывается в его комнату трепанная, вероятно, вся в слезах и неприбранная. Шестое. В Москве первый парад победы происходил 25 мая. Нужно было подготовить предстоящий церемониал. По улицам водили колонны плененных гитлеровцев. Но я запомнил другое. Это было по-детски счастливое лицо девушки, бывшей медсестрой на фронте. Там она познакомилась с молодым офицером, и они полюбили друг друга. Это был звездный час их любви, несмотря на дождь в этот день. А вскоре началась пресловутая борьба с космополитизмом. И военное начальство запретило влюбленному офицеру жениться на еврейке. Их счастливая любовь была разбита. И девушка была вынуждена выйти замуж за своего двоюродного брата, влюбленного в нее с детства. Они вместе росли. В каждой еврейской семье есть свой двоюродный брат, с детства влюбленный в свою кузину. Наш Абрам был из семьи друзей моего отца и жил у нас как член семьи. Когда началась Первая мировая война, наш дом на Малой Дмитровке перестал отапливаться, поэтому мы все переехали в госпиталь на полянке, куда перевели отца. Абрам не имел права там жить и остался в нашей неотапливаемой квартире, в угловой комнате на последнем этаже. Мне понадобилось зачем-то зайти на Малую Дмитровку, и там я увидела поразительное зрелище. Единственным источником тепла и света в комнате была лампочка без абажура под самым потолком. Абрам сидел на стуле, поставленном на стул. На руках его были метенки, чтобы можно было перелистывать книгу. Абрам изучал химию и не хотел терять ни часа для своих занятий. Он изобретал лекарства от рака. Он не успел его закончить, потому что из-за борьбы с космополитизмом провел в лагере семь лет. Когда во время очередного шмона у Абрама нашли его фотографию с моим отцом, где они оба были одеты в военную форму, ГПУшник сказал «Ишь, вырядились!» и порвал фото. Абрам так и не смог закончить свое изобретение. Было уже поздно. Седьмое. Несколько связанных друг с другом людей перед февральской революцией организовали акционерное общество, на средство которого купили лечебницу. В самые первые дни революции решили ее продать и поручили это дело моему отцу. Он продал лечебницу, кажется, за 14 тысяч рублей, и торжествующий вернулся к ожидавшим его остальным товарищам-акционерам, когда он торжественно полез в свой какой-то потайной карман к ужасу всех присутствующих. Тот оказался вырезанным. Деньги украли. Все собравшиеся оцепенели, но один из них, Эл, сказал, а почему мы должны ему верить? Может быть, он присвоил эти деньги? Отец не мог вынести такого подозрения и сказал, что все деньги он вернет. Нашли какую-то родственницу, которая дала моему отцу нужную сумму, которая впоследствии только росла вместе с инфляцией, росли и проценты. И мой отец до самой своей смерти всю жизнь выплачивал ростовщица. Это было тяжким бременем, но тут стоял вопрос чести. Дошло до того, что однажды он не смог заплатить за урок музыки моей прекрасной учительницы Марии Семеновне Лунс, известной скребенистке. Я это помню до сих пор и прошу прощения у родных и наследников моей учительницы. Восьмое. Доктор Каннель определил, что я заболела возвратным тифом, эту болезнь переносит в ШИ, и поздравил меня так. Вы заболели проэтарской болезнью. Девятое. Ренкин человек. Над постелью моей сестры Веры висел вытканный шелком китайский гобелен, подаренный моему отцу одним из пациентов. В центре этого изделия был изображен почтенный седовласый правителя, по краям разнообразные сюжеты. Однажды, когда Вера стелила постель, она сильно всколыхнула гобелен, и маленький Павлик пришел в восторг от того, что фигура в центре заколебалась, словно прихрамывая, и он радостно закричал «Качается, качается, как Ренкин человек». Под этим определением подразумевался Борис Аронович Песис, имя которого в тот миг Павлик начисто забыл, но он помнил, что Песис хромает и носит высокий ортопедический ботинок, а Ренкой на детском языке звалась собака, носившая французское имя Рено. Десятое. Мой любимый племянник Павел был влюблен в кондукторшу трамвая. Его старший брат Алексей относился к этому снисходительно, говоря, что в этой девушке сочетается деревенская свежесть с индустриальной работой. Павлик провожал ее до конца рейса, она при нем сдавала выручку, а потом он возвращался к нам домой на другой конец Москвы с попутными машинами. Однако трамвайной администрации постоянное присутствие постороннего парня при сдаче выручки не понравилось, и она потребовала от кондуктора избавиться от него. Для Павлика это было настоящим большим горем. С почерневшим лицом он бросился на шею Алексею и долго, отчаянно рыдал. Впоследствии всю жизнь он вспоминал эту любовь как самое большое настоящее чувство. Это произошло в Москве, Павлику было двенадцать лет. Одиннадцатое. Вера вошла в комнату и сказала мне, Федос умер. Его двенадцатилетний сын Павлик мгновенно метнулся в дальний угол комнаты, завернулся в оконную портьеру и так стоял в одиночестве, никого к себе не подпуская. Совсем иначе отнеслась к страшной вести жена нашего племянника Алексея. Она стала громко кричать. Все-таки жестокие поручения возлагались на моего младшего брата Евгения. Почему-то именно его считали в семье эгоистом. Когда он перевел дыхание и пошел сообщить нашей маме о несчастье, я кинулась к ней, порываясь плакать вместе с нею, но она отстранила меня. Я хочу одна. И она заплакала своим естественным серебристым голосом. Надо сказать, мама училась пению у ученицы известной Лешетицкой. Когда у нас бывали гости, мама обязательно пела им романсы Чайковского этим своим поставленным голосом. Я его терпеть не могла. Мне казалось, что пение льется по ступенькам. Для меня это звучало фальшиво. Уже после похорон Федоса старшего племянника Алексея хотели поддержать под руки друзья-сослуживцы, но он вырвался и пошел один переживать свое горе, очень стройный и очень прямой. Такова была наша герштейновская порода, глубокое одинокое горе. Двенадцатое. Могила атеиста. Могила дяди Симона, умершего от рака, отличалась необыкновенным своеобразием. По ее четырем углам горели свечки, вставленные в очищенную свеклу вместо подсвечников. Закрыта она была солдатской шинелью, а в закрытом гробе лежало тело изуродованного болезнью моего дяди. Поскольку не было никакого религиозного обряда, мой дядя придумал вот этот собственный церемониал. Тринадцатое. Я часто бывала в ссоре с отцом. Однажды, проезжая в трамвае, я увидела согбенную и удрученную фигуру моего отца. Душа моя дрогнула, я позвала папа, как он обрадовался. Он встряхнулся и успел сесть в трамвай, везший меня домой, и мы поехали дальше, уже счастливые. Четырнадцатое. Отец рыдал безутешно, потому что мою старшую сестру каким-то образом унизили, больше того, хотя отец всегда говорил мне, что он меня не понимает, что и было причиной его отчуждения от меня, но когда что-нибудь случалось, он обращался ко мне, словно искал защиты. Я никогда не забуду, как он, обняв меня за шею, долго и безутешно рыдал. Пятнадцатое. При нашем жилищном кризисе мамина комната постепенно занималась молодыми членами семейства. Одну ее часть занимал старший племянник Алеша со своей молодой женой, маме оставалось очень мало места в ее приблизительно семнадцатиметровой комнате. И было одно обстоятельство, которое выводило ее из себя. Эта комната была оригинально устроена. По ее углам были изразцы от печей, отапливавшихся из коридора. В комнате из-за этого было очень жарко, но терзало маму другое. Как только приоткрывалась дверь ее комнаты, в глаза бросалась детская ванна среднего размера, метра полтора. Вид этой ванны, торчащий перед ее глазами, выводил маму из себя и казалось, что она живет в ванной комнате. Но как это ее не угнетало, Алешина жена уверяла, что другого места для этой ванны она не находит. Шестнадцатое. Моя мама была самая младшая в семье. Ее звали по метрике Изабелла Овсеевна Групп, но как младшую ее звали в семье Белочкой. Она лучше всех прыгала со скакалкой, училась, как и позже моя старшая сестра музыки и исполняла с необыкновенным чувством в церкви Чайковского. Всеми своими переживаниями она делилась с любимым старшим братом Симоном. Он был глубоко мыслящим и чутким. Семнадцатое. Мой двоюродный брат в возрасте, приближавшемся к возрасту моего отца, принадлежал к эсеровскому центру. Когда был суд над эсерами, мой родственник с большим жаром разоблачал народного комиссара Луначарского, тот морщился от наносимых ему оскорблений, но всем своим видом пыжился показать, что он молчит и слушает выпады лишь потому, что демократ. Между тем, речи Льва Яковлевича Герштейна Луначарский переносил с трудом. В зале сидели два клакера в лакированных ботинках и выкриками с места перебивали моего кузена. Восемнадцатое Моя сестра Вера была любимой ученицей у моей учительницы музыки. Во время войны мадам Лунс потеряла мужа, у которого было свое садоводство, а в самом начале февральской революции лишилась ног. И вот она эпически сообщает моей сестре открыткой, я лежу без движения, а в комнату входит чужая женщина, открывает мой платяной шкаф и бесцеремонно на моих глазах выбирает себе насильные вещи. Девятнадцатое Несправедливость Буржуазия бежала к Черному морю. Оставшимся в Москве жителям казалось, что все брошенное буржуями имущество принадлежит теперь им. Им не приходило в голову, что когда-нибудь придется платить за него компенсацию. Мой отец уже не работал в консультации профессоров в Кремлевской больнице, но получал от нее по талонам обед. Между тем отец моей ближайшей подруги Елены заболел голодным психозом. И Еленина мать подала заявление, чтобы обед моего отца поделили пополам, чтобы один раз давали бы его Лениному отцу, а другой моему. Это было несправедливо. В те годы все измерялось продуктовыми карточками. Родители моей подруги работали в одной с моим отцом поликлинике и получали так называемые рабочие продуктовые карточки. Кроме того, Елена, мать двоих малолетних детей, получала рабочие карточки по конфрактации, то есть по авансам, выдаваемым художникам. И хотя она была в разводе с художником Осмеркиным, она пользовалась его карточками. А мой отец, занимавший в то время должность директора поликлиники наркомпроса, для семьи не получал ничего, кроме этого обеда. Мама моя уже не работала, а я, по политическим причинам, здесь не место останавливаться на подробностях, не могла быть принята ни на какую работу, так что материальное обеспечение семьи моей, подруги, было несравнимо выше нашего. Поскольку я была близка к семье Лены, я считаю отнятие половины отцовского обеда ее матерью несправедливым. Двадцатое. Мой отец, как всякий интеллигентный человек в то время, был убежденным атеистом, но у него были странные прозрения. Так как он получил известие, что его отец скоропостижно умер, он заметил, это были золотые часы без крышки, всегда лежащие на ночном столике отца. Конец книги. Декабрь 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова читала Ирина Ирисанова.